Доброе утро, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать всех участников на Global Cloud Skills Tour. Сегодня мы открываем свои двери для лучших представителей IT-отрасли. Тур «Навыки работы с облаками» — это заметное мероприятие на карте IT-событий, которое является частью эксклюзивной серии мероприятий C3. Одна из важнейших задач Global Cloud Skills Tour — устранение пробелов в облачных навыках. Учебному центру специалист, который входит в ассоциацию ведущих партнеров по обучению LLPA, выпала честь организовать и проводить данное мероприятие, посвященное облачным технологиям Age. Меня зовут Белова Ольга, и сегодня я буду модератором данной конференции. Тема тура в этом году — «Диджитал-трансформация — это трансформация людей». Сегодня на мероприятии мы будем говорить о цифровой трансформации людей, без которых невозможно внедрение цифровых процессов. Этой магистральной теме и посвящена ключевая дискуссия. В секции деловой программы мы подробно рассмотрим, как на практике можно реализовать облачные инфраструктурные решения и как внедрение облачных сервисов может помочь бизнесу в период перехода к цифре. Сегодня у нас есть прекрасная возможность получить ценную информацию и поучиться у российских и международных ведущих экспертов отрасли. Также сегодня мы откроем российский этап глобального турнира C3 Cloud Skills Cup. Он объединит более 10 тысяч участников из более чем 15 стран мира, которые поборются за звание лучших специалистов в области облачных вычислений, данных и искусственного интеллекта. Мы приветствуем всех гостей и их партнеров и желаем вам продуктивного дня. Итак, программу «Откроет ключевая дискуссия. Диджитал-трансформация – это трансформация людей» – спикер Вилфред Парбек. Далее в программе выступят 11 спикеров в трех секциях. Первая секция – образовательная траектория Microsoft Azure и сертификация. Вторая секция – раскрой свой потенциал в облаке. И третья – продвинутые инструменты цифровизации. Итак, первый спикер нашей конференции – Вилфред Парбек. Вилфред – главный партнер Microsoft Learning. Уже около 20 лет он занимается вопросами обеспечения высокого качества образования клиентов Microsoft и способствует переменам среди IT-специалистов. Тема ключевой дискуссии – диджитал-трансформация – это трансформация людей. Вилфред, добрый день, передаю вам слово. Вилфред Парбек. 13 14 years and i'm managing the leading learning partners association which is an association of 30 to 33 independent training organizations around the world covering from argentina to russia from iceland to south africa so i'm i'm very honored that i am invited for this presentation and in the next half an hour i will set the scene for uh for today um i will try to speak slowly english to accommodate um also the people who are not as proficient in english so let's start and before starting i would like to share with you a video of peter hinson it summarizes very well the motions we are currently in and gives a great perspective on what happens tomorrow or even the day after tomorrow so i will roll the video right now do you feel that the world around you is changing faster than ever before and that the rate of change is actually accelerating do you believe that the number of unknown unknowns is increasing well you're not wrong the pace of change today is exponential and large organizations are struggling to find and spot new and radical ideas quickly and seem unable to move fast enough to develop their potential in the 20th century size was power but today in this age of urgency being big seems to be a disadvantage success means focusing not just on tomorrow but on what the day after tomorrow will bring we are arriving in a moment where a cocktail of new technologies are advancing the speed of change this is a wright brothers moment where key innovations can trigger a cascade of changes that transforms the world these technologies are the engines of our future cloud computing is the new normal where the smallest startup now has access to computing power at a scale that was previously only available to giant corporations or superpowers data is the new oil and artificial intelligence will become so prevalent it truly becomes the new electricity internet of things machine learning digital manufacturing are rapidly ushering in the fourth industrial revolution new network-based logic like blockchain will have an impact far beyond cryptocurrency creating a more secure robust and decentralized internet of trust augmented and virtual reality are changing the way we interact bringing experiences to customers to an entirely new level and if quantum computing lives up to its promise the leap in processing power alone will drive breakthroughs that we can't even begin to imagine this is the age of urgency and innovation fueled by technology and you have to be prepared you have to reinvent yourself there are so many tools ideals platforms and people just waiting to be connected if you are willing to learn unlearn and take radical new directions you will find your day after tomorrow it is the age of urgency it is important not only to look for what will happen tomorrow tomorrow but what will happen the day after tomorrow and with the current pandemic we are currently in things that even accelerate more i can imagine that you are challenged on what will happen tomorrow the weeks ahead and thinking how can i leverage new technology which impacts my business and will give me the competitive angle to become ahead of the curve the objective for today's session is to give you a deeper and hopefully another perspective on digital transformation that it's emotion about people about you how your people need continuous learning learning training and get new skills to keep up with the pace of technology and how today's technology can become a competitive advantage to your organization tomorrow let's go back a few years and explore the digital revolution we are currently in look down toda 1 today's demo 1 today's demo item 1 Today's demo. 2 today's demo I use my research tells you it's not Также, great opportunities to traditional organisations and new start-ups. The connected world generates massive amounts of data, which creates new requirements to be protected and to be used. These innovations and new ways of doing business have consequences. Leaders in every management team, in every organisation, must think and rethink daily on their strategy. How can we leverage the new technologies to secure prosperity of the organisation and secure that we will be successful in the future? Your customers are expecting this from you as a leader, continuous innovation, and so they can benefit of the advantages and making life easier, more comfortable and supportive. Let's take a look at the living room of today. It looks different than a few years back. Houses are becoming intelligent. Products are becoming smart. The digital era is here. Imagine the pandemic we are in today happened 10, 15 years ago, let's say in the early ages of the smartphone. It would have been even more severe impact on the economy and the wellbeing of people. Working from home or presenting like I am doing from Amsterdam to Moscow and Russia today would have been so more difficult than today. Not only communication is part of the digitisation of our lives, but many products are managing our day-to-day life on a smarter way. The smart colour of your dog or a smart coffee machine making my coffee to get up very early this morning to address you. Almost every product has the potential to have a smart solution. And with that, every company is actually a software company. Product innovation, process optimisation, employee wellbeing. It all forces us to start thinking and operating like a digital company and explore services and create opportunities which are facilitated by the intelligent cloud and can drive your competitive edge. can drive your success. The great thing of the intelligent cloud is that it's based on shared services. New technologies and the cost of digital transformation did decline dramatically over the years. and made it affordable for not only the big corporate organisations, but also for small and mid-sized companies and start-ups. The intelligent cloud makes it possible that every organisation, also yours, can have access to the new transformative technologies. For a bargain, the cost of digitisation of your organisation is only a fraction as it was 10 to 15 years ago. Technologies did democratise and make it easier accessible for you. Think about artificial intelligence, internet of things, etc, etc. They are in reach for every organisation, for every innovative idea and so also for you in your transformation to that digital company. The call to action is clear. Our CEO Satya Nadella is calling this motion I just described as technical intensity, tech intensity. Every organisation needs to have a more tech-intense business model. Every organisation needs to be a fast adopter of digital technology to stay or get ahead of the curve. To do so, every organisation needs to build their own digital technical capabilities. And there you see, here you realise that digital transformation is all about people. People in your leadership team, people in your IT departments, people in your business development teams. People at your technology partners, enabling you and your organisation to achieve more. Trust in a vision, trust in your own employees, trust in their right skill sets, is the critical component of making your organisation more tech-intense and be ready for the day after tomorrow. But the question arises, what does a more tech-intense organisation look like? So let me go through this. That is a journey you are currently pursuing. The journey of digital transformation. This journey, the digital transformation journey, has four inroads. Let me go through all four of them. The first one is empowering employees. This means helping employees to achieve more by creating a work environment that fuels productivity while remaining flexible and secure. For example, Microsoft Viva, a platform which was launched by Microsoft in February this year, contains three key components to empower employees, especially in a more remote economy as we are currently in today. Those three key components are communication, like we are doing via Microsoft Teams, learning and wellbeing of the employees, especially those ones who are still working from home like myself. That's the first one, empower employees. The second one is engaging customers, customer engagement. This use technology to interact with customers in new ways, ranging from personalised digital experiences, such as targeted offers and specific personal recommendations to be more efficient and effective and to create a more efficient and effective customer service. Think about bots, virtual agents, tracking tools, etc. But even to bring it home today. Last weekend, here in my home, on my kitchen counter, a five star chef out of Amsterdam gave me via Microsoft Teams instructions on how to cook his four course dinner. He provided the ingredients, I picked it up at his restaurant and he guided me through it when I was preparing it at home. That is a new way of customer engagement. The third one is optimize operations. Accelerate the responsiveness of your business by improving service levels and reducing costs. Also here, I want to bring it home and make it tangible. As shops are still closed here in Amsterdam, I ordered last week via an online store some clothes. Unfortunately, the shipment went wrong. The customer service line, the phone line, was cut off. Ilä cabeza mi znaka, hey baby. Ilä está ahí en el caso de 84. Looking for electrodo san Rubio van Aires. On my diet,았os animal for detailed battery operation, Iläda has 30. The customer service line, my favorite customer. And here is dak unasap. Plus there's a summer market. That first of this time Ilä dawning. What Ionce in my house, he anticip aéré Doyle of it. The customer service, Iläna, perля媒t guses a few years younger cro ftse, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА The television series is a prime example of digital transform products and services. A prime example in this case is Netflix, but also think about companies like Uber. These four inroads empower employees, engage customers, optimize operations, transform products are the components for digital transformation. However, to start this journey, you need to set as a company clear goals, a clear vision and define desired outcomes. So first, ask yourself why transform? Make an assessment on why you need to start the journey. Are it business challenges? Or do you see new business opportunities? Once defined, you can go to the next phase. What kind of transformation discussion do you want to have? What kind of transformation is driven by the inroads I described on the previous slide, or discussion driven by the specific technologies, like intelligent cloud, modern workplace, or business applications, which includes the powerful power platform? And then the how. That is the critical question. And actually, the next slide will show you the connection of the five steps you see on the right side. And you will see and understand how central the role of building digital capabilities, digital knowledge is. Digital transformation is an ongoing process where feedback loops are essential and critical. The learnings gathered throughout the process will influence the design journey again, which then feedbacks again to the vision. The vision is a more dynamic vision, continuously fed by innovation and new technologies. Like for example, you saw in the video of Peter Hinson blockchain or quantum technology. Or the dynamic vision is getting changed by the feedback the data are obtained, which is, as you heard, data, the new oil, and can refuel the vision over and over again. The visual shows you an ongoing journey. The journey of exploration of digital transformation. So let's focus now on the learning aspect of this journey. The journey of digital transformation results in a more tech intense organization, which requires new skills in your organization. And here, one of the key success factors of a digital, of a successful digital transformation journey comes into play. In many organizations and companies, training is perceived as a cost. However, training is, as I said, a critical component of the journey. And every organization needs to evaluate their current learning culture. Learning and training is a must-have investment. And I hope that after today's sessions, you have a key takeaway. That IT training is an investment as part of the digital transformation journey. To make IT training an investment rather than a cost means you should enable and or accelerate a learning culture in your organization. Give your colleagues, give your direct reports, the ability and the time to learn. Encourage this and help your folks to get out of their comfort zone. Encourage them to have an open mindset to new technologies and learn, learn, continue to learn. And with all the learnings, they can support you in your journey called digital transformation. By continuous learning, you are becoming more competitive. And that's what I call a great investment. Empower your team to achieve more by taking the time and investment to understand in depth the unlimited possibilities of the Microsoft Cloud. Microsoft Cloud doesn't only contain Microsoft Azure. Azure is the fundament. Actually, Microsoft offers a comprehensive portfolio of technology to support every organization across their business needs. Microsoft is the only company that has a full tech stack to support both technical adoption and technical capability building of your organization. Of course, this includes our software as a service applications, including our productivity tools with Microsoft 365, but also LinkedIn and Microsoft Dynamics 365. This includes also the second layer, our platform as a service offerings like GitHub and Power Platform. And of course, as the infrastructure as a service layer, Azure is the platform that supports all of your technology. With a foundation of integrated identity, security, management and compliance offerings, spamming every part of the Microsoft Cloud solutions. And on the last one, we just launched new trainings on that topic, topic of security, compliance and identity. But keep in mind, while the technology is important, it is really about how the technology allows you to achieve more. And therefore, learning and training is one of the key success factors which increases your success. Again, digital transformation is all about people. So how to skin this cat? You will hear more about it during this seminar today. But from my personal perspective, it is based on three steps to take, which makes your investment in skills, your investment in training, a more beneficial one. First, start to work on creating a learning culture in your organization, encourage people to learn, make it part of each job role, make it even a commitment. For example, at Microsoft, we have learning days. Last month, we have we had two days where we need to cancel our regular meetings and spend time on learning. They didn't force the topic. They let us investigate which topic we wanted to pursue and wanted to learn. It's important to give your employees, your direct reports, the time to pursue their vision, their own personal vision. Secondly, once you have created your draft vision and start to design your digital transformation journey, it is time to create skills plans. Provide skills plans not only for your technical staff, but as important and maybe even more important also for your other teams like sales, like marketing. Like business development teams, etc, etc. They as well need to understand the concepts of digital transformation from a business perspective. All aligned to the journey you started or are about to start. Specialist as proud member of the leading learning partners association and only member in Russia, is able to support you in defining these skills plans. They have subject matter experts on this and have the experience to get you the biggest bang for your buck. Thirdly, and last, execute the skills plans. And my strong recommendation is clearly to get people trained via instructor-led training and set clear certification goals. The reason for instructor-led training? Pretty simple. First of all, a trainer can identify potential skills gaps better. A trainer is a motivator, is the coach for your team, their students. Whereas with self-study, it will be significantly harder to get the desired return of investment. Research did prove that. And why certification? As the end station, because you want to measure your return in investment. You want to know that your team has the right skill sets to successfully implement the company's journey. And with that, you provided every team member the best fundament. And you empowered them to achieve more. Actually, with such focus on making learning and training as part of the digital or daily routine, and with the right mindset from you and your employees, you will create from your IT professionals and from your employees and other cloud skills, cloud skills, cloud skilled teams, the change agents of your organization. They will be your guardian angel for your digital transformation journey. Actually, remember the slide I showed in the beginning? They will help you to answer the question what the future holds for you and your organization, and help to create the vision for the day after tomorrow and the weeks ahead. I can imagine now that you think, oh boy, this will be a hell of a journey. Where to start? What to do? And that is why I want to end my session with a quote of our CEO, Satya Nadella. Take things step by step, get buy-in, but be determined and demonstrate tenacity. Digital transformation isn't all about technology. Digital transformation is for sure about culture by learning, listening, leveraging the work of others to let your folks pursue their passions and achieve your mutual dreams. Remember, in the age of digital transformation, it's all about people. Therefore, investment in people is needed. And then, for sure, everything is possible. Thank you so much for your attention. And I want to give it back from Amsterdam, back to Moscow, Russia. Katya, please take it over. Wilfred, thank you. It's time for questions. We have first question from Anton. Anton asks, what is the main challenge that IT staff need to overcome to be a real leader of change? I think the critical components and the biggest challenge is that it's not common to have a learning culture in your organization. Even at Microsoft, six, seven years ago, it was not you had your mandatory training, but that's it. And in the last couple of years, our management said from take your time, block four or five hours a week on learn and pursue to understand what the new technologies are can do. So it's the fear of people to get out of their comfort zone and make sure that they're actually spending time to learn. And if you're over, if you're overcoming the fear of individuals to get out of their comfort zone, to understand new things on doing business, to show a growth mindset, you are overcoming that challenge. That's the reason why I say, and the Microsoft learning organization is saying that digital transformation is not only about technology, but digital transformation is about the people who are going to implement technology and use technology. So actually digital transformation is about people. So Anton, I hope that I answered your question correctly. Thank you, Wilfred. And next question from Valeria Plotnikova. Полина, please translate. First I speak in Russia. Каковы возможности развития в части здоровья? Например, сейчас электронное замещение поджелудочной железы работает у людей. Wilfred, say please, what are the development opportunities for health development? For example, now electronic replacement, for example, of the pancreas works in humans. Can you repeat that question? Because I don't really understand. What are development opportunities for health? For health. For health. Yeah. Oh, that's a great question. As you might have heard, Microsoft purchased a company called Nuance. I think it was last Monday or Tuesday. As I am a partner manager of learning, it is for me very hard to understand what development opportunities are in sectors like health. But I'm pretty sure other Microsoft people and employees also in the Russian Microsoft location absolutely can help you on that one. So sorry that I can't give you there the full insight because it's not my knowledge center. I need to learn on that one. Let's put it that way. Thank you. Thank you. Next question from Elisaveta. Какие навыки являются ключевыми для команд? What are key skills for teams to reach the digital transformation? No, it's really depending on going back to those four buckets. It's empower, empower employees engagement of customers, transforming products and optimize, optimize, optimize processes. So I think if you are really at the starting point of the digital transformation journey, please go to specialists and let the more business oriented people follow the fundamental trainings so that you have a deeper insight on what possibilities are from a business perspective. Is it artificial intelligence? Is it artificial intelligence? Is it Internet of things? Is it Internet of things? Or are other technologies? So once you have the basic knowledge on what cloud services can do in general, you can take the next step and then identify with the leadership team of your organization. What technology can do and what the cloud services can do for your company. And then at the certain point, you create a vision. And like, for example, Netflix creates the vision that that they want to move in streaming services for for movies and series. So that is a direction and they choose one of those four buckets. And then you can tailor made your training needs on that. And so every bucket of that journey might have different training needs. Now, you are as a customer, not the specialist on what training needs, then and what training you need to follow to get the knowledge. Then you are going to specialists and say, OK, this is the vision we are pursuing and which trainings will then be suitable for getting the right and the deep know how and understanding to 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 fulfill that vision. So a training organization like specialists, and they have a lot of knowledge about that, they can be very helpful to identify and pick and choose the right trainings for you for the journey and the vision you are pursuing. So they are actually your partner in creating your digital transformation journey. I hope I answered your question. Thank you, Wilfred. Thank you for the participation. And спасибо, Wilfred, за доклад. Благодарим вас за участие. Итак, переходим к следующей части нашей конференции. Следующая секция называется «Образовательные траектории Microsoft Azure и сертификации LLP и партнерский опыт». Нашу дискуссию продолжат представители учебного центра специалист Дмитрий Гудзенко и Анна Ковинкина. Дмитрий, приглашаю подключаться. Гудзенко Дмитрий, директор учебного центра специалист, кандидат технических наук, аттестованный эксперт в области государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций, член ассоциации LLP, MAPDO и LEARN. Тема выступления «Обучение IT-специалиста формальное и неформальное». Значит, друзья, ну, Вилфер достаточно много рассказал про цифровую трансформацию, много упомянул нас в центре. Я кратко попытаюсь уложиться во время и не брать время у предстоящего докладчика. Значит, по теме «Обучение IT-специалиста формальное и неформальное» — это, наверное, то, что я хотел бы рассказать, но расскажу чуть больше. Меня зовут Дмитрий Гудзенко, я директор учебного центра «Специалист» при имени Баумана. 30 лет в этом году будет учебному центру, и на сегодняшний день мы являемся крупнейшим учебным центром России по компьютерным технологиям. Миллион триста тысяч человек за все время существования мы обучили и накопили серьезный опыт. И как раз специфика нашего центра, что мы активно поддерживаем международные стандарты обучения. Мы являемся единственным в СНГ членом ассоциации ЛЛПА, к сожалению, кроме России, никто там не участвует из наших русскоязычных соседей. И мы всегда внедряем в нашу работу именно западные международные стандарты, и не только западные, российские стандарты на уровне международных, такие стандарты, как лаборатория Касперского, Микрософт, Пасгресс, компании ИСК и так далее. И как раз поговорю сегодня немножко о цифровой трансформации. Значит, про наш центр на слайде написано, немножко долго говорить не буду. Ну, вот, самое интересное то, что мы в своей работе руководствуем определенными стандартами, и наши стандарты – это система гарантий для любого нашего слушателя, что он получит четкие, правильные знания в удобное для него время по приемлемой цене со стопроцентной гарантией качества. То есть, если человек чему-то не научился по нашей вине и не смог через что-то освоить, мы будем учить бесплатно, пока человек не поймет. Ну, кратко так. Вот, другие гарантии есть на слайде. Я рекламную часть буду делать достаточно маленькой. Что у нас еще интересного? Мы активно экспериментируем с различными форматами обучения и поддерживаем большинство современных форматов, но при этом не отказываемся от классических. То есть, в отличие от многочисленных онлайн-школ, мы сохранили очное обучение, мы сохранили смешанное обучение, дистанционное, мы учим онлайн, и переход на онлайн-обучение обычных групп мы совершили за 10 лет до того, как это стало критичным, то есть в 2009 году. Вот, и смысл в том, что для каждого человека подходит какой-то свой формат, кому-то удобно заниматься очно, кому-то онлайн, кому-то в группе, кому-то индивидуально. Одна компания отправляет людей в плановые группы наши, вот, другая заказывает корпоративные тренинги. Очень важный момент, что мы не только заканчиваем нашу работу со слушателем на этапе, когда выдали документы, но также мы активно занимаемся трудоустройством наших выпускников, физических лиц, и поэтому мы понимаем, что творится на рынке труда, и готовим под рынок труда. То есть, мы понимаем, что после выдачи диплома или удостоверения о повышении квалификации, наша работа с выпускником не заканчивается. Про ассоциацию LLPA, это ведущие учебные центры из 37, это старый слайд из 37 стран, от Мексики, Исландии до Австралии и Южной Африки, один центр, одна страна, выбирается самый крупный учебный центр, авторизованный Microsoft и имеющий международные стандарты. От России бессменно мы. Немножко про цифровую трансформацию. Что могу сказать? Что цифровая трансформация, конечно, это про людей. И, как говорил профессор Преображенский в известном произведении, что разруха не в клозетах, а в головах. И цифровая трансформация, она не в серверах, она не в компьютерах, она в головах. Она с того, что ставятся правильные задачи. И очень важно, как раз, поскольку головы IT-специалистов, и это, например, нашей работы, и ничего нового в этих головах не появится без обучения и учиться лучше в учебном классе, чем на собственных ошибках. Вот, поэтому мы этим занимаемся очень серьезно. Наш скромный опыт цифровой трансформации. Немножко расскажу, возможно, кому-то это будет интересно. Мы маленькая компания, мы всего 150 человек, значит, администрации, и поэтому у нас нет такого гигантского опыта большой цифровой трансформации, как у наших клиентов РЖД, крупных банков, машиностроительных предприятий. Но, тем не менее, у нас есть свой локальный опыт, и я надеюсь, он будет вам полезен. В первую очередь, из интересных вещей. Мы поняли, что главный смысл цифровой трансформации – это изменить наше отношение к тому, как мы работаем. То есть мы должны, когда у нас есть проблема, мы должны ее решать не так, как мы привыкли. Например, не хватает людей, давайте наберем еще людей. Не получается что-то делать, давайте усилим работу. А задаться вопросом, а нельзя ли все это делать по-другому, в цифровом варианте. И, например, что очень важно, что цифровая трансформация – это не просто решить что-то сделать, это достаточно длинный и долгий процесс изменений. И когда мы в 2009 году уговаривали преподавателей подключать в свои очные группы еще онлайн-слушателей, этот процесс растянулся на год, и мы за год полностью перестроили мышление более чем 100 преподавателей в мягкой форме. И для нас это был великолепный кейс по управлению изменениями. После чего мы внесли изменения в программу курса по управлению изменениями, и очень гордимся именно тем, что красиво получилось. Понимаете? Красиво, хорошо прошел процесс, и на выходе мы, как все мощным группам, стали добавлять онлайн-слушателей. Следующий момент. Что у нас? Автоматизация расчета зарплаты преподавателей. Пример. То же самое смысл смена мышления заказчиков. Как было раньше. Люди получали данные, эти данные обрабатывали, перестраивали, где-то ошибались, их ругали, потом они так или иначе поступали для расчета в бухгалтерию. Что делать сейчас? Мы решили максимально исключить человека из этого процесса. То есть сделать так, чтобы данные поступали из ERP-системы уже максимально подготовленные и требовали минимального ручного труда, минимального контроля. То есть вот этот принцип при организации любого действия уменьшить человеческий фактор, он самый, наверное, интересный для нас был цифровой трансформацией. Ну, соответственно, еще очень важный момент. Внедрение современных инструментов в учебный процесс. Дело в том, что есть организации, которые являются диджитал-нейтинг, есть организации, которые уже изначально строились как цифровые, но мы перестраивались, мы перестраивались из, в каком-то плане, аналоговой организации, это очное обучение в классах, учебных, где живой преподаватель, живые слушатели. И для нас онлайн был не только способом, как очное обучение сделать доступным еще каким-то людям, но также способом, как все лучшее в онлайн-обучении сделать доступным для учебных слушателей. Такие вещи, как личный кабинет, домашние задания, единое учебное пространство, то есть мы создавали его с некоторым запозданием, поскольку у нас не было бешеного финансирования, мы делали все сами, но мы это делали, и мы многому научились, что действительно, мы исповедовали подход, что главное – это цель, главное – это, скажем так, результат, то человек должен быть обучен. И под это дело мы должны подобрать все те средства, которые сейчас есть, и эти средства сгруппировать вокруг большой цели. То есть мы шли не от того, что «а давайте-ка внедрим вот такую фигню», то есть не от того, что где-то кто-то нам продал какую-то большую систему информационную, и мы начали думать, как ее внедрить, чтобы была цифровая трансформация. Нет, мы шли именно от задачи и пытались решать ту задачу, которая перед нами поставлена, каждый раз с более совершенными инструментами. Так, иду к следующей слайде. Значит, очень важный момент, кого учить, значит. Если хочешь внедрения технологии, учи заказчика. Сначала нужно людям дать понимание, зачем это все делается, и только потом, как этого добиться. Поэтому у нас очень много так называемых обзорных курсов, основы чего-то для неспециалистов, основы экономики для неэкономистов, основы интернет-маркетинга, как быть грамотным заказчиком, когда вы заказываете интернет-маркетинг, поисковую оптимизацию, интернет-рекламу, и так далее. То есть основы, базовые курсы, которые помогают человеку понять, что он может требовать от специалистов. У Microsoft есть такая же система, это курсы с индексом 900, это вводные курсы, именно для того, чтобы разобраться в технологиях, введение в технологиях. И потом уже идут курсы для специалистов, потому что если заказчик ставит правильные задачи, то уже заказчик решает вопрос о том, что IT-специалисты должны, либо должны обладать определенными знаниями для выполнения этой задачи. Потому что если заказчик не ставит такой задачи, то он никак не поймет, зачем и чему учить IT-специалистов. И получится, что прекраснейшая технология есть, но заказчик о ней не знает, потому что ему не рассказали. А IT-специалисты ей не интересуются, потому что они не понимают, зачем она нужна для них. И примеры такие могу привести в огромное количество. Что еще интересно? По обучению IT-специалиста. Может быть формальным и неформальным. Вот важный момент. То, хотелось бы сказать, что формально основное обучение, оно, давайте проголосуем, значит, нужен ли в УЗ IT-специалисту. Эта дискуссия периодически всплывает. Где-то раз в 10 лет, на моей памяти, или появляется одна дискуссия. Вот сейчас третья. Пожалуйста, значит, у нас, прошу в чат написать всех. Лучше мы не этим самым. Ну, можно, в принципе, я попробую запустить опрос. Большинство ответов 0,3 пока что. Да, вот я вижу пока, да. Но их нет, да. Мы ждем еще ответа. Значит, друзья, прошу, пожалуйста, ответить, потому что вопрос важный. И споры, опять-таки, возникают. Но я отвечу немножко, как бы дам свое мнение. Мое мнение, что высшее образование в области IT, оно необходимо. Никуда без него не деться. И, в общем-то, оно дает очень хорошую базу. И именно ВУЗы формируют элиту в области информационных технологий. Что еще очень важно, что я достаточно давно слежу за рынком образования вообще, и высшего, и другого. И могу сказать, что по моему глубокому убеждению, частные ВУЗы в области IT не выживут, потому что это очень дорого. Как правило, частные ВУЗы, они живут на деньги родителей, которые платят за обучение своих детей. И IT-образование, с учетом того, что требуется не только классные специалисты, но огромное вложение в технику и в технологии, постоянно обновляющийся контент, совершенно новые технологии каждый раз, оно в два, в три, в пять раз будет дороже, чем обучение юристов, экономистов и так далее, менеджеров, то, что обычно делают обыкновенные коммерческие ВУЗы. И убедить родителей, что нужно отдать не 50 тысяч рублей в год за обучение в ВУЗе ребенка, а 250, потому что это будет IT-шник, это достаточно тяжелая задача. Поэтому вывод я бы сделал такой, что IT-образование нужно, это элита, и оно должно обязательно поддерживаться государством. Так, следующее идем. По неформальному образованию, обучение на рабочем месте и самообразование. У него есть очень много плюсов, потому что это гибко, потому что это идет постоянно, оно невозможно без него обойтись. По исследованиям западных специалистов по обучению, неформальное образование, обучение на рабочем месте, это гигантский айсберг, а формальное, и любое другое образование, которое мы видим, это только вершина этого айсберга. Это гигантские объемы, но проблема в том, что оно только выглядит бесплатно, потому что на самом деле оно чрезвычайно трудоемко. И достаточно большой сложный контроль, гарантии качества мы не видим какой-то, также требует больших трудозатрат, потому что это действительно отвлекает много труда. И что еще очень важно, что, к сожалению, когда люди начинают учиться самостоятельно, они начинают учиться на своих ошибках. И ошибки, которые совершает IT-специалист, могут очень дорого обойтись его организацией. Да, он, конечно, научится тому, что вот если бэкапов не делать, то все рухнет, и вообще бизнес потеряет миллионы долларов. Но лучше, пусть он лучше этому в учебном классе. Поверьте мне. О повышении квалификации и переподготовке. Минусы. Это чаще типовое, чем заказное. И немного отстает от прогресса в технологиях. Потому что понятно, что если технология появилась сегодня, то курсы по ней появятся завтра. То есть нельзя, это бывает очень, скажем так, не так быстро. Хотя Microsoft нам сейчас дает курсы очень быстро и очень оперативно. И они появляются с очень хорошей скоростью. Но зато мы имеем плюсы. Это гарантия того, что люди будут действительно обучены. Гарантия качества, знания от преподавателей и от коллег. Что очень интересный момент мне тут сказали. Говорит, хорошо, когда группа большая, потому что есть с кем пообщаться и получить какие-то интересные знания по горизонтали, а не от преподавателя, сказал слушатель. Поэтому как раз вот большие группы, мы ими стали еще больше гордиться. Ну и потом, конечно, это оперативно, и это умеренная цена, все-таки повышение квалификации. Это доступно каждому, и физическим лицам, и компании. Так, времени не так много. Немножко покажу, чему учим их. Что очень важно. Три измерения IT-специалиста. Hard skills, владение технологиями. Без них никуда не деваться, иначе это не специалист. Менеджмент, управление людьми. Обязательно для тех, кто хочет быть не просто исполнителем, но иногда хотя бы кем-то руководить, или даже понимать, что от него хочет руководитель, основа менеджмента. И, наконец, soft skills, управление собой. И очень интересно, что иногда эти знания сложно разделить. И, например, управление проектами для IT-специалиста, управление командой проекта. Это на стыке менеджмента, на стыке профессиональных знаний, на стыке soft skills. Компетенции, которые необходимы, посмотрите, пожалуйста, на слайде. Все они есть, презентация у вас будет. Я так детально не проговариваю. Это очень важно. Значит, это некоторые тренды, я сейчас уберу. Вот этот слайд. Что пользуется популярностью? Опять-таки, Java, Python, Web-разработка, Sysi, Sharp. То есть, в основном разработчики, что за границей, что сейчас. Курсы по безопасности, очень важный момент. DevOps, то, что идет наиболее популярно. Поскольку время ограничено немножко, я подарил 7 минут Вилсфриду, то я закончу поговорить дальше. У нас есть 2-3 минуты на вопросы. Слушаю внимательно. Ольга. Коллеги, у нас есть вопрос. Скорее предложение об организации обучения по цифровизации здоровья. Хорошее предложение. Но, как правило, глубоко специализированные обучения по цифровизации какой-то отрасли идет именно в отраслевых структурах. Поэтому как раз этим заниматься должны. Все-таки мы более универсальный учебный центр. И мы, скажем так, не уходим слишком глубоко в отраслевую специфику. Вот в нашем центре вы найдете именно универсальные моменты, которые применимы ко всем отраслям. Есть ли еще какие-то вопросы, комментарии, друзья? Пока вопросов в чате не вижу. Предлагаю оставаться на связи. И ваше выступление дополнит Анна Ковинкина. Спасибо. Анна Ковинкина, руководитель корпоративного отдела учебного центра «Специалист». Тема выступления – IT-обучение в компании. Взгляд со стороны провайдера. Благодарю, коллеги. Добрый день уже. Рада приветствовать вас здесь. Я немного продолжу. Подхочу истатетную палочку от Филферда Дмитрия Юрьевича. И немного просто хотела проанализировать или посмотреть, так может быть, с вами вслух порассуждать, что вообще, какие изменения произошли вообще в IT-обучении и взгляд, так скажем, со стороны провайдера нас. Потому что много работаем с корпоративными клиентами, компаниями. В принципе, у нас есть чем поделиться. Безусловно, продолжая тему цифровизации, 2020 год он дал еще больше инфульс для диджитал-трансформации. И мы можем видеть, как даже в современные IT-компании. На рынке IT-обучения продолжает расти интерес также к аналитикам больших данных, искусственному интеллекту, облачным решениям и, безусловно, кибербезопасности. И сейчас компании, заказчики больше расходов, свои расходы направляют на все-таки новые технологии. Вот этот переход к цифровизации, он ускорился. И, безусловно, это стало еще более очевидным в связи с коронавирусным кризисом и временным переходом многих видов человеческой деятельности в удаленный режим, поддерживаемый информационными и техническими системами. Компании были вынуждены в 2020 году перейти на онлайн-обучение. Как, в принципе, мы знаем, что в сфере IT дистанционные форматы в принципе стали реальностью еще задолго до пандемии, но при этом мы отмечали, что онлайн-школы не могут полноценно заменить очное обучение. Конечно же, дистанционные курсы в сфере IT, особенно это касается hard skills, то есть курсы для, допустим, системных администраторов, инженеров, разработчиков, так не стали о самом формате обучения. Во многом это, конечно, связано, может быть, в России с низким качеством вот этих дистанционных и онлайн-курсах на рынке онлайн-школ. Это связано и с методологией, и обмен опытом, вот о котором говорил Дмитрий Юрьевич, когда собираются большие группы участников, есть возможность не только получать ценные и полезные знания от преподавателя, но и общаться на равном с коллегами, делиться опытом, получать обратную связь, получать оценку полученных знаний, получать на должном уровне практику и, безусловно, в онлайн-режиме не так легко удерживать концентрацию внимания обучения. То есть это требует больших усилий. При этом наш центр, мы смогли быстро перестроиться и помочь компаниям в принципе не останавливать свое обучение. И мы сделали очное обучение возможным, безусловно, в рамках ограничений. Мы отработали формат, рассадку, безопасность, посещение наших классов. Очное обучение в 2020 году и начале 2021 года стал, так скажем, бизнес-класс в самолете, условно, да. С другой стороны, безусловно, мы развиваем и работаем над качеством онлайн-обучения, которое, в принципе, мы уже очень много-много лет проводим. Подробнее о них уже ранее говорил Дмитрий Юрьевич на слайде о разных форматах занятий. И наши слушатели, они учатся у профессионалов и экспертов в своей области, от которых получают полноценную обратную связь. На занятиях много внимания уделяется практике и взаимодействию группы. Сами занятия мы проводим на проверенных уже платформах Microsoft Teams и GoToMeeting. Так мы для своих постоянных клиентов, таких как финансовая корпорация открытия Siemens, Raiffeisenbank, Kiwi, мы сделали возможным успешное сочетание и онлайн, и офлайн. Также хочется отметить компании, которые помнят о мотивации и предоставлении возможностей для обучения. Это очень важно, так как дистанционное повышение квалификации, оно также невозможно совместить с работой как уочное, поэтому для эффективного обучения, конечно, необходимо выделять время и создавать условия для сотрудников. Кроме того, сотрудники должны четко понимать, зачем им это нужно, о чем Дмитрий Юрьевич тоже говорил. Например, для упрощения текущих задач или для грядущего повышения, например, иначе вовлеченность будет на уровне массовых открытых онлайн-пульсов. Что важно также еще хотела сказать и обсудить с вами, может быть, вы захотите поспорить, какие вообще тенденции в IT-обучении сейчас наблюдаются. Такой анализ сделан на основе запросов наших клиентов постоянных, что они спрашивают, чему учатся, первое, все чаще и чаще мы стали получать запросы на кастомизированное обучение именно на задачах компании. Практика ориентированность и IT-обучение на своих кейсах это может быть не новый тренд, однако он получил свое активное развитие сейчас, так как компаниям необходимо решение конкретных бизнес-задач, а временем на то, чтобы специалисты сами искали эти решения после обучения просто нет. И безусловно самый мощный инструмент это обучение команд, то есть закрытых может быть спецгрупп, где собирается группа не из разрозненных может быть сотрудников, а из работающих вплотную друг к другу в одном подразделении людей, и в этом случае мы даже делаем вот этот образователь микс, когда технические навыки сочетаются soft skills, выполнение заданий осуществляется на кейсах компании. При таком командном обучении преподаватель может не только оценить знания и навыки каждого участника, но и был опыт, мы давали рекомендации работодателю, допустим, какую роль стоит назначить каждому участнику, и как выстроить работу в команде, чтобы максимально эффективно проявить ценные и качества каждого специалиста. Еще одна тенденция это подготовка компаний и IT-специалистов под ключ. Здесь я просто хочу сказать про наши дипломные программы, которые у нас есть, программы про переподготовки, они получают сейчас все большее развитие, все большее развитие обучения новичков именно на этапе подбора и адаптации, потому что бизнесу выгодно, чтобы к задачам приступали уже подготовленные на кейсах компаний и лояльные петчарт-бренд специалисты. И по нашему уже опыту мы знаем, что такой формат, такой вариант обходится намного дешевле, чем самостоятельное привлечение и обучение стажеров. И уже компания на выходе получает самых успешных участников с необходимыми компетенциями и высокими характеристиками от преподавателя. Также очень интересная тенденция это системный подход цифровых компетенций. Возрос спрос на владение цифровыми навыками. Безусловно, мы можем сказать, что цифровизация имеет достаточно широкий смысл. То есть это не только машинное обучение, искусственный интеллект, о котором мы тоже много говорили сегодня, но и решение задач с использованием компьютерной техники, перевод сервисов из бумаги в облако, работа в информационных системах. Кроме того, пандемия привела и к сокращению рабочих мест. Безусловно, те же, кто остался и вынуждены совмещать должности и работать быстрее, которые остались, они должны сейчас совмещать несколько должностей и работать быстрее и эффективнее. В контексте вот этого быстрого устаревания знаний и бурного развития технологий цифровые навыки стали необходимым условием выживания сотрудников компании. И мы Гилк тоже говорил, Дмитрий Юрьевич говорил, я также продолжу, что необходимо учиться, учиться и еще раз продолжаться учиться, контролировать вот этот уровень цифровых навыков персонала, внедрять в компаниях модель цифровых компетенций, проводить вот это опережающее обучение для успешного внедрения нового программного обеспечения или внутренних информационных систем. В 2020 год дал импульс еще раз для развития и использования облачных технологий и компания Microsoft доверила центру учебного специалиста, который является также членом ассоциацией LPA обучением по Microsoft Azure в России. Кратко, что мы уже в этом году 30 лет как обучаем людей. Мы гордимся, что мы ведем обучение по уникальной Бауминской методике, где закрепляем изученный материал на практике. Мы являемся образовательным партнером Microsoft уровня ГОД. И помимо этого, все обучение, которое у нас проходят слушатели, они могут сдавать сертификационные экзамены по облачным технологиям Microsoft в нашем центре тестирования. Также с 2000, хочу чуть-чуть поподробнее рассказать, поделиться еще опытом, с 2020 года был запущен уникальный масштабный проект Enterprise Skills Initiative. Этот проект реализуется совместно с компанией Microsoft и LPA, где мы обучаем облачным технологиям Microsoft. В специалисте есть курсы Microsoft Azure, подходящие как для знакомства с платформой AZ-900, вот о чем говорил Дмитрий Юрьевич, так и для решения бизнес-задач по внедрению отдельных служб или развертыванию инфраструктуры. По данным на текущий момент только наш центр обучил уже с мая 2020 года более 150 сотрудников крупных компаний, все члены LPA обучили более 400 компаний по всему миру и уже 15 тысяч плюс IT-специалистов и разработчиков прошли обучение под руководством опытных экспертов, инструкторов, используя различные форматы обучения на 30 уникальных языках. И хочется немножко заглянуть в будущее, хоть и Вилкред говорил, что мы не знаем, что нас ждет, но попробуем пофантазировать и при общении даже с нашими клиентами, что мы ждем от текущего года. В целом, конечно, глобальных перемен не ожидается, обозначенные тенденции, которые я говорила выше, они будут оставаться актуальны, безусловно. По нашим ожиданиям, около 50 заказчиков вернутся к очному обучению, остальные останутся в онлайне, так как этот формат в принципе у нас показал себя более удобным, дешевым и доступным, потому что клиенты уже могут учить людей из разных регионов, подключая современную группу, особенно если вернемся, говорить про гастернизированные специализированные программы, их теперь не нужно всех командировать в Москву, появилась уникальная возможность обучить персонал в формате онлайн. Что уже касается направления обучения, то, безусловно, это опять дальнейшее развитие Big Data, искусственный интеллект, интернет-вещей, DevOps, конечно, программирование, облачные технологии, и, безусловно, продолжит расти интерес к цифровым навыкам среди специалистов самых разных профессий, из-за вот этого постепенного сдвига к профессиям на стыке с IT. Это и бизнес-аналитика, и программирование, и освоение стандартных программных пакетов и специализированных программ. Коллеги, у меня все, я предлагаю вам сейчас, не знаю, заскринить, сфотографировать вот этот последний слайд с нашими контактами. Если у вас возникнут вопросы по обучению, потребуется консультация, пожалуйста, мы будем рады помочь. Боля. Анна, спасибо за выступление. У нас есть вопрос от слушателя. Дмитрия приглашаю тоже подключиться. Вопрос. Какая роль интерактивного обучения с искусственным интеллектом? Заменит ли преподавателя искусственный интеллект? Вопросы, тесты, поиск, статистика, скором и ЛМС? Здесь может быть Дмитрий Юрьевич тоже подробнее расскажет. Могу поделиться с личным опытом. Многие клиенты, которые использовали дистанционные курсы, внедряли. Сейчас тоже очень модное направление создавать дистанционные курсы, записанные, где они размещают свои ЛМС системы. Но практика показывает, что они пока полностью не могут заменить преподавателя. Все-таки требуется обратную связь. Я могу помочь в ответе, если нужно? Ольга? Значит, дело вот в чем, что есть еще одна очень интересная точка зрения, что как бы все-таки самое элитное, самое лучшее преподавание это преподавание с живым человеком. И все остальное это попытка найти компромисс, потому что живых людей на всех не хватает, это достаточно дорого, это не просто найти специалиста, который будет тобой заниматься. И как раз если говорить про искусственный интеллект, то он может помогать преподавателю, как все остальные вещи, но не заменять его, потому что все-таки есть такое еще, есть же не только левополушарная часть нашего обучения, когда мы получаем знания, есть еще правополушарная, эмоциональная составляющая, когда мы получаем мотивацию, когда получаем эмоции, когда мы заряжаемся от преподавателя энергии. И вот искусственный интеллект это будет сделать гораздо тяжелее, хотя, конечно, нет предела совершенства. Дмитрий, благодарю за ответ. С вами соглашаются тоже наши слушатели, что ничего нет лучше, чем общение с преподавателем и группой. Также я вижу в чате, что пишут благодарности наши выпускники учебного центра специалист, которые переквалифицировались и сейчас работают по профессии. сейчас я вам хочу представить российский этап глобального облачного турнира C3 Cloud Skills Cup. Его задача найти лучших специалистов в области облачных вычислений, данных и искусственного интеллекта. Сейчас я вам в чат направляю ссылку. Вы можете по ней пройти. Итак, C3 Cloud Skills Cup, его задача найти лучших специалистов в области облачных вычислений, данных и искусственного интеллекта. Участвуя в соревновании, вы сможете заявить о себе как о выдающемся специалисте по облачным вычислениям, данным и искусственному интеллекту, а также получите шанс выиграть цифровой блок питания на сумму 2400 долларов США. Продемонстрируйте свои технические навыки, добейтесь успеха и вы попадете в финал, где можете представить Россию на чемпионате мира по облачным технологиям C3 Global Cloud Skill Cup World Championship в июне 2021 года. Для того, чтобы принять участие прямо сейчас, переходите по ссылке, которую я разместила в чате, и регистрируйтесь. В течение нескольких минут на вашу почту придет письмо с данными для доступа к тестированию. На данном этапе у вас будет около пяти минут, чтобы ответить на вопросы или показать свои знания, навыки в области облачных вычислений и искусственного интеллекта. Доступ к турниру закроется через семь дней и вот в течение этих семи дней вы можете принять участие. Сейчас мы сделаем перерыв до 12.00 и наши специалисты ответят в чате на все вопросы, связанные с регистрацием и участием в турнире. Сейчас вы видите слайд, на котором размещена информация об участии в турнире. Приглашаю вас принять вызов. Итак, коллеги, продолжаем наше мероприятие. Следующая секция называется «Раскрой свой потенциал в облаке» и вы узнаете, какие продукты Microsoft Azure в сочетании с правильными навыками могут усилить ваш проект и помочь подготовиться к новым запросам в будущем. Используйте правильные решения, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности бизнеса. На повестке вопросы гибридные облачные решения, новые способы использования данных, безопасность и комплайнс облака, построение среды для разработки приложений, наращивание рабочих ресурсов. Приглашаю следующего спикера Антон Куракин, директор по информационным технологиям с опытом в сфере IT более 20 лет, обладатель более 30 сертификаций, включая Microsoft, Касперский и Ново. Тема выступления, как IT может помочь бизнесу в эпоху перемен. Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Антон, и в данной презентации мы будем говорить о том, как IT помогает и может помочь бизнесу в развитии. Я сам прошел путь от программиста до топ-менеджера, был архитектором различных информационных систем, был главным конструктором информационной системы для выполнения федеральной целевой программы. Ну, плюс 15-летний опыт управления командами, проектами, проектами по разработке программного обеспечения и внедрению помогает мне лучше понимать, что необходимо бизнесу, какие решения необходимы бизнесу здесь и сейчас. Сегодня наступило то время, когда практически стало невозможным игнорировать будущее современной действительности, когда стало невозможным игнорировать значимость информационных технологий. Новая реальность потребовала от компании стать гибкими, гибкими как к собственным процессам, к собственным сотрудникам, так и непосредственно к собственным клиентам. И, естественно, в данном случае все внимание было обращено в сторону информационных технологий, как к волшебной некой таблетке, которая должна была спасти от текущих надвигающихся проблем. Вот кому-то эта таблетка помогла, кому-то таблетка не помогла, какие-то компании и так были готовы, им эта таблетка не потребовалась, они и так были гибкими, часть решений у них находилась в облачных технологиях, и, собственно, они достойно встретили эту реальность. И многие компании сейчас понимают, что упустить рынок, это упустить его насовсем. Поэтому ответом на это слово стало такое сбитое уже слово цифровизация, цифровая трансформация. Оно начало употребляться по поводу и без. Естественно, топ-менеджмент и бизнес начал, ну, как бы смутился и перестал понимать, а что реально ожидать от информационных технологий, что можно требовать, что можно просить от IT, чтобы получить результат. Поэтому на нас, как на IT-экспертов, на IT-руководителей лежит важная роль, роль стать лидером, лидерами перемен нового времени. Ну, к этому мы еще вернемся, а пока предлагаю вспомнить, как, собственно, было это, как информационные технологии помогали и влияли на бизнес. С 60-х годов автоматизации и вообще информационные технологии воспринимались как побочные инструменты для помогающей выполнять какие-то расчеты, вести какой-то учет. Но всего за 40 лет мы шагнули до того уровня, когда начали реально влиять на бизнес, давать ему эффект. Появились, например, новые какие-то бизнес-модели, если мы говорим про четвертую эру. Более того, апогеем стала пятая эра, когда IT, по сути, и стал бизнесом. То есть в этот момент IT и бизнес сроднились максимально. Данная диаграмма интересна. Интересна она тем, что, если вы обратите внимание, эра начинается, но не заканчивается. И сегодня можно встретить компании, которые вступили в первую эру или вообще не вступили в нее, и встретить компании, которые полноценно и уверенно себя чувствуют в пятую эру, где информационные технологии и есть бизнес. Кроме того, сейчас активно развиваются квантовые компьютеры, и они сейчас находятся в эре один, и благодаря данной модели можно понять, что они пройдут все эти этапы, которые проходили стандартные компьютеры. вот, если пятый этап это у нас эра платформ, она породила новое понимание платформ, IT платформы, то за ним последует эра 6, а какая будет эра 6, никто не знает, но есть два предположения, либо IT станут инфраструктурой, как электричество, как я называю это IT в розетке, мы втыкаем какую-то там умную станцию в розетку, сопрягаем с этой умной станцией другую технику и что происходит дальше мы не знаем. Либо соответственно IT станут частью нашей жизни, когда информационные технологии бизнеса и личные жизни сольются воедино и трансформируют нашу жизнь. Вот последний кейс достаточно грустный с ковидом показал, что когда отсутствовали границы, вирус достаточно быстро распространился, зато потом, когда границы восстановились, появилось 22 устойчивых типов вируса, то есть границы создали параллельное развитие, параллельную эволюцию. Так вот, информационные технологии являются неким разрушителем, барьером, и как они трансформируют нашу жизнь в будущем, это вопрос. Если вернуться к реальности, поближе к реальности, то мы увидим, что у нас есть действительно существенные проблемы, это Россия, то есть в России действительно и стартовавший конкурс недавно лидеры России, я думаю, многие про него слышали, знают, вот так впервые появился трек, посвященный информационным технологиям. Его курирует непосредственно Дмитрий Чернышенко, что говорит о статусности и важности информационных технологий в России. Более того, последний нашумевший кейс, который, я думаю, тоже многие из вас слышали, что NVIDIA в 2021 году планирует нанять, только в 2021 году планирует нанять 600 программистов. То есть это говорит о том, что внимание к IT достаточно серьезно увеличивается и NVIDIA пока еще это все-таки не IT компания. Что же делать? Информационные технологии, так как мы сегодня много говорим про людей, что цифровая трансформация это люди и нужно смотреть на людей, как на сотрудников, так и на потенциальных клиентов. Так вот, информационные технологии позволят нам помочь будущему кризису, возможному, который будет в связи с нехваткой кадров. Здесь я вижу два ключевых направления. Первое направление это снижение требований к персоналу и второе направление это максимальный быстрый год в должность. Снижение требований к персоналу зависит от каждого, зависит не только от IT, а вот повышение и ускорение ввода в должность здесь напрямую я считаю, что IT может помочь. В идеале для меня, что сотрудник приходит на работу, ему выдают ноутбук или планшет, выдают учетную запись и завтра он начинает работать. это тоже в принципе реально реально сделать и это уже делается это уже делается например имификацией. Я позже про это расскажу. Хочется отдельно отметить, что в текущей реальности сотрудники хотят работать скажем так хотят успеть поработать в различных компаниях. Они не хотят долго работать на одном месте. Некоторые молодые люди поколения Z заявили, что они вообще хотят поменять профессию, несколько профессий за свою профессиональную жизнь. Поэтому отойти от бизнеса сейчас требуется обеспечить необходимость быстрого ввода в должность сотрудников, чтобы он пришел на работу, чтобы он начал давать эффект и чтобы он успел подготовить смену. Реально наверное рассчитывать на то, что сотрудник хорошо работает в компании это срок полгода. То есть нужно идти к этому сроку стремиться чтобы мы за полгода сотрудник дал результат и успел подготовить смену. Я понимаю, что это может быть звучит дико достаточно вызывающе, но вспомните пожалуйста, что раньше стратегии компании разрабатывались на 10 лет, кто-то утверждал, что на 500 лет есть стратегии компании. Сейчас же стратегия на год может не иметь ничего общего с тем, как развивается рынок, как развивается реальность. Многие спикеры вообще считают, что стратегию нужно пересматривать чуть ли не каждую неделю. Но это, конечно, too much, достаточно пересматривать ее раз в квартал. То, что сотрудники будут эффективно работать полгода, ну, в принципе, это действительно так. и, соответственно, геймификация позволяет нам обеспечить быстрый ввод в должность этих сотрудников. В чем это заключается? Ну, вспомните, как раньше компьютерные игры, когда устанавливаешь компьютерную игру, ты должен был сначала пройти обучение, учебную миссию, и лишь потом тебе давали доступ к реальным миссиям. Сейчас время изменилось настолько, что люди не хотят изучать игры, они хотят играть сразу, то есть, они запускают игру и начинают играть. Разработчики игр, они поняли, учли это и начали встраивать обучение непосредственно в процесс игры. Вот, и обратите внимание, у вас могут быть совершенно разные игры, это могут быть гонки, симуляторы, стратегии, тактические какие-то игры, аркады, и вы все прекрасно разбираетесь в них, вы можете переключаться спокойно между играми и использовать весь доступный арсенал инструментов. То есть, я считаю, что разработчики мобильных игр достигли здесь достаточно большого прогресса, и мы должны учиться этому у них. Вот, причем, обратите внимание, здесь не только идет обучение использованию какой-то информационной системе, здесь идет обучение использованию или работы в должности. Важный момент, который тоже не понимают многие топ-менеджеры, что ожидая отдачи от инвестиций завтра, но инвестиции в IT очень часто это инвестиции в послезавтра, сегодня очень часто говорили про послезавтра, поэтому действительно инвестиции в IT сегодня это результат послезавтра. Вот, это тоже нужно доносить до бизнеса, чтобы как бы снизить градус накала и сохранить бюджет. По поводу цифровой трансформации цифровизации. Вот на данном слайде я привожу примеры, чтобы мне казались они очень понятными и доступными и в разговоре с бизнесом я использую эти примеры, что такое цифровизация, а что такое цифровая трансформация. Как мы видим, цифровизация это по сути очень близко к автоматизации, это использование цифровых данных, а цифровая трансформация это изменение непосредственно бизнеса. Мы чуть подробнее поговорим про цифровую трансформацию. Мне очень нравится как лидеры IT рынка понимают собственно значение слов цифровой трансформации. Мне очень понравилось выражение, что это действительно похоже на смену колес во время движения. Построить новый завод, новый современный завод или новую компанию полностью цифровой это задача сложная, но намного проще, чем трансформировать существующую компанию. с бизнес процессами, бизнес процессами, которые приносят деньги, которые нельзя просто так взять и остановить на какое-то время, что-то там поменять и проверить, работают ли они или нет. Иногда это приходится делать действительно во время движения. И да, это достаточно опасно, сложно и более того, за вами все наблюдают, наблюдают сотрудники, наблюдают ваши партнеры. В России цифровую трансформацию понимаю по-разному, но прогресс налицо две трети респондентов считают, что это действительно необходимый бизнес-процесс. Я же понимаю цифровую трансформацию, я не претендую на единственное достоверное определение, но тем не менее я понимаю это именно изменение бизнес-процесса в целой организации, чтобы предоставить новый клиентский опыт, потому что мы все работаем ради клиентов при помощи самых современных информационных технологий. Кстати, по тенденциям очень интересный момент, что многие компании стремятся стать IT-компаниями, а сами IT-компании стремятся стать платформами. Если вы обратите внимание, есть такая матрица цифровых моделей бизнеса, я думаю, многие тоже знакомы, их очень любят использовать в маркетинге. Так вот, они в соответствии с данной матрицей туда и движутся. То есть, они движутся к тому, чтобы стать платформами. Сама цифровая трансформация состоит из восьми элементов. Если обратить внимание, то цифровая трансформация на IT полагается только в восьмом пункте. То есть, это инфраструктура, крепкий тыл. остальные семь пунктов очень часто подаются как нечто такое организационное, не относящееся к IT. Но это не так. IT должно просто обязанно участвовать в каждом из этих пунктов, начиная от бизнес-процесса, заканчивая формированием культуры. Кто, если не мы, кто, если не IT, должно формировать культуру, новую культуру бизнеса, новую культуру партнерства в бизнесе. Поэтому нельзя просто так стоять в стороне, смотреть, как кто-то пытается внедрить цифровизацию и прикрываться тем, что вот здесь мы все перевели в облако и теперь к инфраструктуре никаких вопросов нет. Нет, нужно двигаться по всем направлениям, потому что цифровая трансформация затрагивает каждого. От цифровой трансформации, конечно, множество проблем и две ключевые проблемы – это консерватизм и нехватка времени у доп-менеджмента. Как тот сказал из великих, что люди хотят изменений, но не хотят меняться. А у доп-менеджмента не хватает времени, потому что они часто поврезают в рутину, в операционке. Естественно, информационные технологии должны помочь и здесь, помогать доп-менеджменту избавляться от рутин. Более того, в нашу эпоху, в текущую эпоху перемен появляются очень важные элемент, которого не было раньше. Если раньше люди 18-23 воспринимались так, как один родитель за и клиент, скажем так, или ребенок не против, то сейчас молодое поколение стало платежеспособным, оно самостоятельно распоряжается средствами и более того, оно само зарабатывает. плюс ко всему появляются уникальные стартапы, кучу есть бизнес-инкубаторов, которые подстегивают к появлению и вообще помогают появлению новых компаний. Естественно, бизнесу здесь нужно быть начеку. И просто так сидеть и сохранять проверенные механизмы уже стало дорого и неэффективно. И здесь тоже нужно этот момент доносить до бизнеса. на данном слайде я представил такой элемент сравнения автоматизации цифровизации, данный слайд иногда помогает тоже топ-менеджменту объяснять, в чем отличие цифровизации от автоматизации. По мне автоматизация это улучшение направленное на улучшение деятельности внутри компании, а цифровизация это улучшение непосредственно клиента. То есть это некая автоматизация клиента, где клиент получает уникальный клиентский опыт от общения с нами и важной особенности цифровизации цифровой трансформации является то что она сжимает рынок многие об этом не говорят на цифровизация ведет к сильному сжатию рынка и снижению стоимости товара самый наглядный кейс является музыка если раньше мы покупали компакт диск за 300 500 рублей то сегодня подписка на музыкальный сервис на месяц отходится там дешевле 200-300 рублей вот это означает насколько сильно цифровизация нетерпимы к издержкам и часто это означает что по сути наличие цифровизации подразумевает что у вас автоматизация на достаточно высоком уровне происходит бизнес ожидает найти особенно в эпоху перемен следующих вещей но во первых то чтобы услуги которые должен нас оказывать айти должны выполняться и должны выполняться надежно и эффективно то есть сеть должна работать конференции должны случаться ник интернет должен быть да никаких сюрпризов здесь не должно происходить проходить и это первый кандидат кстати на делегирование риска например тем же самым внешним партнером волка а дальше бизнес хочет чтобы идти давала соразмерный результат то есть мы действительно инвестируем деньги войти и мы хотим видеть этот результат мы хотим видеть сокращение времени увеличение производительности людей сокращение площадей и так далее какие то должны бизнес результаты ну и третий пункт он как раз относится к цифровой трансформации вы действительно должны стать лидерами изменений то есть вы должны развивать новые компетенции компании людей и собственные компетенции тащить нас бизнес тащить в будущее даже если бизнес очень упорно сопротивляется все равно это необходимо делать иначе как говорится да таблетка может и не помочь в будущем и сейчас я думаю все знают прекрасно какие угрозы и возможности нас ожидают все я думаю наслышаны и это и про возможности которые открывают сейчас услуги как сервис это там программное обеспечение как сервис это облачные решения это бессерверные вычисления когда вам а для запуска корпоративных приложений не потребуется иметь серверную инфраструктуру то есть все в исполняется на рабочих станций это также и технологии 5g которые нас активно сопротивляются последние новости были опять активное сопротивление 5g вот ну и два тренда про которые мало кто говорит но их нужно как говорится брать на контроль и быть на чеку это тренд human to human это коммуникация человек-человек прогнозируется в россии увеличение количества фрилансеров где люди не просто хотят работать удаленно они хотят одновременно работать с несколькими компаниями то есть вы подумайте они хотят работать и в этой компании в другой и в третьей это означает что будет сравнение постоянно происходить в какой компании условия лучше и и девятый тренд смешение рынка b2b и b2c он конечно спорный потому что есть приверживаться различных методик различных рынок а то что наблюдается слияние данного тренда b2ol ну просто нужно контролировать потому что многие эксперты уже такие как salesforce amazon заявляют что появление рынка b2ol достаточно ну то есть реальная вещь уже даже появляются некоторые статьи на данную тему а по будущему в 2025 здесь вот интересная вещь что айти действительно должно в какой-то момент слиться с и чаром и заняться внутренними сотрудниками причем оно должно заняться их благополучием цифровым благополучием финансовым благополучием где они находятся как проводят хобби естественно айти для этого будет привлекаться очень масштаб ну естественно как вот сложится дальше функции чар айти что это будет и чарди и чар айти там или как-то подразделение называться это неизвестно но тем не менее тренд достаточно интересный и к нему возможно нужно тоже готовится и реальный тренд который сейчас уже есть это предсказание поведения клиентов вот спиртбанк заявил что у них есть инструменты которые позволяют определить по голосу эмоциональный настрой клиента то есть и скором времени появятся такие предиктивные приложения которые дадут вам по сути сценарии разговора с будущими клиентами а возможно и не вы будете уже разговаривать будут разговаривать вот и ну и я хочу также обратить ваше внимание на седьмой пункт кибератаки мы как-то мне кажется расслабились давно не было новостей связанных с кибер угрозами с кибер атаками учитывая то что всех призывают идти в цифровизацию всех призывают быть стать цифровыми беда может случиться собственно и не хочется чтобы она случилась почитайте пожалуйста про кейс автопроизводителя я не буду называть конкретную марку где собственно их как недавно атаковали при помощи злого вируса и требуют собственно вымогают деньги это очень плохо и это говорит о том что нужно усиливать внимание на борьбу с кибер угрозой вот неважно где у вас решение находится инхауса либо соответственно в облаке вот ну и по шагам навстречу для того чтобы айти действительно стала лидером необходимо не просто казаться да необходимо быть необходимо быть частью стратегии необходимо участвовать в стратегии компании а вводите понятие внутренний клиент это очень помогает когда айти специалисты говорят пользователей это одно а когда они начинают говорить внутренний клиент это совершенно другое это меняет подходы меняет отношения меняет коммуникации между айти и и другими департамент более того создавайте совместные чаты пользователей и исполнителей практика показывает реальный эффект от этого когда пользователь например какой-нибудь сейлс может поблагодарить программиста за то что он сделал для него функцию классную или наоборот отругать его что функция недоработана достаточно сырая она мне мешает продавать это действует это помогает это помогает вовлечь программистов бизнес что очень не хватает во многих отраслях по отзыву моих коллег этого очень не хватает чтобы вовлечь программистов и айти специалистов бизнес до последний слайд а мы много говорили про послезавтра я хочу сказать тоже про послезавтра что действительно лидерство айти заключается именно в том чтобы избавиться от старых убеждений то есть помочь людям избавиться от старых убеждений и подготовить их будущему которые наступит которые будет а не то которое собственно ну которому мы готовимся то есть это очень важно и по мне фильм послезавтра и слова сегодняшние послезавтра говорят о том что нужно пересмотреть с позиции той же самой пандемии цифровой трансформации и айти и бизнеса вот спасибо за внимание антон у нас есть вопросы эдуард спрашивает кто и какой инструмент даст гарантию сохранности данных в облачных серверах что может сказать о microsoft teams для внедрения в качестве офиса в компании по поводу сохранности но у нас есть законы о персональных данных есть законы требования к размещению если площадка соответствует ну собственно соответствует данному федеральному закону соответственно она выполняет все требования регулятор то есть это нужно быть это должно быть у площадки если вы там собираетесь хранить персональные данные по поводу того что что-то могут откуда-то украсть но вы же пользуетесь госуслугами вы пользуетесь моими документами вы пользуетесь другими сервисами где данные хранятся собственно а вас также в электронном виде поэтому ну компании предпринимают все необходимое для того для защиты ваших поэтому здесь бояться за то что кто-то что-то украдет можно сказать так выбирайте надежных партнеров типа microsoft чтобы ваши данные всегда были в сохранности потому что ну такому гиганту это делать просто бессмысленно зачем по поводу teams да хороший продукт поначалу я честно могу сказать я попробовал мне не понравилось но со временем его доработали я сейчас вижу действительно альтернативу и зуму и собственно совместной работе с пользователями и между собой для формирования команд сейчас он мне уже нравится кстати есть у microsoft хорошая вещь такая называется user voice если вы у вас какая-то есть идея можете оставить там свое замечание то есть оставить свое предложение и возможно другие пользователи его поддержат и тогда microsoft реализует это в первых эшелонах по teams есть там целая такая комьюнити где много предложений скоплено посетите пожалуйста и посмотрите как может быть есть уже ваши идеи которые будут реализованы достаточно быстро спасибо за ответ следующий вопрос что будет случай информационной войны США и России с облачными решениями на microsoft так но это вопрос наверно лучше вашему партнеру с microsoft передать да но как я сказал если соблюдается законы персональных данных и прочие федеральные законы то эти данные должны быть размещены на территории России поэтому отключение прям вот такого то есть я конечно не могу дать гарантию как поступит тот или иной регулятор что сделает то или иное государство но сейчас я просто вижу что у нас эпоха партнерства наступает то есть даже зум который сказал что мы отключим все госсервисы госкомпании от технологии в итоге пошли даже на попятную и сказали что нет ну наверное это вопрос не ко мне но вот как я сказал что данные останутся и должны храниться на наших серверах в соответствии с федеральным законом персональных данных угу благодарю вас за выступление спасибо большое можем переходить к следующему спикеру да спасибо следующий спикер Валентин Логинов Head of Pre-Sale MTS Cloud тема выступления возможности использования сервисов Azure в России Валентин всем привет я Валентин Логинов я представляю компанию MTS Cloud и сегодня я расскажу о том какое решение мы реализовали на территории России совместно с компанией с Microsoft и наверное начну с того что с продолжения ответа на предыдущий вопрос да то есть что касается по локализации данных я к нему вернусь давайте наверное я начну с это наша компания да то есть мы являемся я с провайдером и входим в топ в первую второйку на территории я россии мы наша компания там является мультиоблачным провайдером и одно из наших решений это Microsoft Azure Stack что такое Microsoft Azure Stack это решение которое реализовала компания Microsoft для тех стран где отсутствует собственная цода для того чтобы компании могли локализовать данные и не нарушать каких-либо государственных законодательств да то есть и первостепенная цель его это вот именно сделать ближе сервисы к пользователям с локализацией данных в той стране где где находятся данные пользователи и так я начну что в настоящий момент там Microsoft вот RUST развивается можно сказать ежекватально в нем появляются каждый квартал примерно новые сервисы там на сегодняшний день их 15 плюс это основные сервисы да то есть которые там выключают в себя такие сервисы как data как compute как security storage account internet of things и analytics да то есть далее я более подробно там расскажу про сервис да то есть компьютер в себя включает EAS то есть это виртуальная машина там серии A, D и F если вы знакомы с глобальным Azure вы должны узнать вот эти types и Azure Functions вот что касается виртуальных машин в основном очень много там заказчиков как российских как и зарубежных в основном используют там виртуальные машины где разворачивать те либо единые приложения далее это у нас идет storage аккаунт это block storage это table storage и manage и unmanaged диск то есть для хранения там данных например есть мировая компания которая работает в разных странах и необходимо решить задачу локализации данных например на территории России да то есть и решение эруста полностью этому соответствует и тем более эруста это некая отдельная отдельная инсталляция да то есть который в случае если не будет связи с внешним миром например там с за рубежом то все сервисы запущенные на Azure Stack будут работать это как бы одно из главных преимуществ да также есть такие сервисы как кейволт для хранения ключей SQL да то есть мы наверное одни из первых кто предоставляем данный сервис по сервисной модели с оплатой за использование по часам то есть по модели pay as you go далее это контейнер да то есть сейчас очень много организаций и компания там переходит на контейнеры и их там используют для своих для приложений далее это у нас здесь здесь написано givenhub вон ну боже у нас там доступен для коммерции и интернет of things это тот сервис который находится в настоящий момент на закрытом на тестировании и будет я думаю что там доступен буквально через один-два месяца наше решение Azure Stack находится как я сказал на вот территорию россии в нашем соде то есть на сегодняшний день это там одет там 100 через один квартал будет реализовано решение с disaster recovery то есть будет построена новая дисталяция в соде у уровня tier 3 да то есть в соответствии со всеми стандартами я также я хотел добавить что наше там решение оно полностью соответствует по законодательству да то есть это по закону 242 где говорится что необходимо делать первичную обработку и первичное хранение копии на территории россии в нашем портфеле заказчиков это в основном международные компании которые имеют бизнес на территории россии и которые и которым нужно локализовать данные и быть ближе к пользователям на территории россии rostec очень хорошо имеет связанные с глобальным с да то есть это происходит если там заказчикам нужно это то есть они это делают самостоятельно с помощью встроенных инструментов в rostec вот также хочу добавить что мы мы являемся первой компании которая реализовала данное решение на территории россии по сервисной модели на то есть оплаты по модели pay as you go вот это наверное все такое общее что я я хотел сказать да то есть данное там решение как я повторюсь его можно его можно применять в различных областях да то есть мы работаем как с онлайн с заказчиками там которые там изучают свои там сервисы например работаем с нефтегазовыми с отраслями да там когда там которые там имеют очень чувствительные требования к данным и к локализации там данных на территории россии также как и с научными с исследовательскими с компаниями наш портфель очень разнообразен поэтому если у вас возникнут какие-либо вопросы связаны с работами сервисами microsoft azure и вам необходимо будет локализовать их на территории россии мы с радостью вам поможем расскажем и покажем как это работает наверное из моего спича я все и готов ответить на ваши вопросы коллеги да хорошо задать вопросы пишите пожалуйста в чат у нас был вопрос предыдущему спикеру к сожалению который мы не успели ответить он звучал как провести идею о необходимости цифровой трансформации руководства если ты не лицо принимающее решение вопрос наверное это такой общий и базовый да то есть в чем отличие вам премис решения с облаком да то есть это его основная ценность заключается в том что ваш бизнес может расти с помощью мгновенного автоскеллинга то есть если вам необходимо для вашей организации вы понимаете что в тот период времени вам нужно будет очень быстро растить ресурсы и также быстро их выключить это вот как раз облако здесь все идет о необходимости бизнеса и потребности бизнеса то есть насколько он может быть динамичен и нужна ли эта динамика для бизнеса это наверное основное преимущество самое главное то есть мы не берем перевод затрат в опекс не берем освобождение IT команды для выполнения иных задач именно здесь именно идет автоскеллинг и вы можете очень быстро нарастить там ресурсы и не потерять свою аудиторию это наверное одно из главных преимуществ спасибо за ответ а еще вопрос с чего начать интеграцию в облако с нуля с чего начать интеграцию облака с нуля ну наверное определить написать техническое задание и понять что вам нужно будет в ближайшее время и вот исходя из своих из потребностей и желаний двигаться дальше как только вы напишите что вы хотите я думаю что все все остальное уже постепенно вам придет если нужна будет какая-то помощь да как наших там специалистов из нашей там из компании я также думаю что компания там microsoft отдает очень хорошие рекомендации и помогает там заказчикам определиться с тем что нужно но вот первый шаг определить что вы хотите получить в будущем еще такой вопрос слушателя кого нужно собрать из команды для обсуждения этих потребностей для начала бизнес цели все идет кто здесь нужно понять кто является вашим заказчиком то есть там внутри заказчик вы либо заказчик бизнес либо заказчик является как IT отдел и вот где сходить иди с пожелания там заказчиков иди с понимания по возможности да то есть каким там образом вы можете быть там гибкими как в деньгах либо там в едином и вот наверно так алексей спрашивает возможно ли шифрование информации которая расположена в облаке если мы говорим про microsoft azure stack и также про microsoft azure да конечно там являются есть стандартные там инструменты для шифрования да то есть если вам нужно там иное то всегда есть marketplace где представлены там различные решения скажем так называемых от этих сторон с помощью которых вы можете вы вы закрыть свои потребности если мы говорим про шифрование там данных там передачу данных то это уже там использование различных там средств которые существуют и вот аттестованы например в нашей стране вот есть еще вопрос слушателей если у вас какой-то опыт грабель на которую вы наступали при использовании облачных инструментов о которых вы можете предостеречь тех кто еще в начале процесса интеграции путь он всегда имеет не бывает там гладким всегда какие-то есть там шероховатости предостеречь ну наверное я присоединюсь к словам предыдущего спикера выбирать тип партнеров с которым можно решить и оперативно повзаимодействовать да то есть сейчас очень много там компания то есть и вот как мы да то есть мы представляем мы то есть некий такой даем мы консалтинг с помощью которых там обговариваем то либо единое действие и здесь также нужно там исходить из безопасности из надежности содов из надежности из партнеров да вот вот с которыми вот вы работаете и также подумать про ваше решение насколько оно чувствительно будет и насколько много людей там захотят к нему прикоснуться без вашего ведома без ваших действий оценивать именно что вы хотите дать и насколько это будет скажем так как правильно надо сказать sensitive не могу сейчас продавать нужное слово но вот здесь нужно вот все там исходить из того что вы хотите да то есть вы приложение там например там разворачиваете в облаке для лишних нужд вы закрываете его от внешнего мира да то есть либо вы даете вы приложение для внешнего для мира да то есть там необходимо понимать как его там там защитить инструментами на уровне там на сети на уровне на приложение и на уровне того же самой там там инфраструктуры да то есть на уровне там я надеюсь что я ответил на ваш вопрос если еще будут то присылайте на контакты которые можете предоставить наш модератор а а Алексей еще спрашивает какой уровень бесперебойной работы облака возможно ли форс-мажоры форс-мажоры всегда возможно этого никто не исключает да то есть в то же время мы со своей стороны мы предоставляем по доступности 99.95 мы несем полную ответственность да то есть за эту доступность это у нас прописано в каждом документах и для форса для мажоров есть различные там инструментами типа дизастер там recovery backup вашего приложения либо единое если нужно кастомизированное облачное решение или сервис то с чего начать кастомизированное решение тут очень очень широкий спектр очень большой там вопрос я начать с того что написать техническое задание что вам необходимо определить каким образом вам необходимо чтобы это было вот реализовано да чтобы это будет там гибрид там облако on-premise решения например если там таковое там имеется то необходимо сделать например средства защиты передачи данных то есть там через сеть интернет либо по канальной части там первое строение l2 либо s2 например здесь все необходимо начинать именно с ваших с ваших сожеланий что вам нужно и далее по пунктам бюджета вести там коммуникацию каким образом это можно реализовать кейсов по кастом по продуктам очень много сейчас даже наук к сожалению такое прям большое я в замечательстве что-то вот там сказать но кастомных разрешений много и они все решаемы все обговаривается да то есть всегда есть возможность там привлечь там различных специалистов вот например я говорю сейчас про нашу про компанию да то есть у нас и мы можем как сделать и professional service мы оказываем и как manage service тоже мы оказываем Валентин благодарю вас за интересное выступление Ольга и вам тоже спасибо всем спасибо всем хорошего дня пока пока следующий спикер Данил Динтис ведущий преподаватель учебного центра специалист руководитель направления инновационной технологии обучения доктор технических наук и обладатель престижных статусов PGMP PMP ITIL эксперт DASA сертификейт product owner тема доклада применение искусственного интеллекта для управления customer join динтис смотрите у нас с вами тематика какая у нас с вами облачные вычисления облака Azure да и вот казалось бы причем здесь customer journey да там путь заказчика на самом деле тот же Azure предлагает уже сейчас целый ряд инструментов я в конце в конце презентации покажу в самой презентации есть ссылочки на эти инструменты на демо которые мы можем использовать я как раз хотел бы остановиться на том зачем нам вообще этот инструментарий нужен это такая довольно новая тема мне она так лично очень нравится отчасти она мне в общем-то близка в силу там моего скажем так профессионального карьерного трека давайте вот поговорим сначала немножечко о том ну а что такое вообще customer join да термин сейчас там безумно популярный каздевом казджонни занимаются серии все кому не лень в общем правильное дело это не в порядке критики на это правильно а потому что действительно для того чтобы продукт услуга были востребованы нужно понимать как и заказчик и конечный пользователь взаимодействует и с продукт и с услугой и с нами как с командой да ведь что такое если так немножечко вспомним ну так на всякий случай что такое customer join да customer join это описанный в виде некой последовательности процесс взаимодействия заказчика и пользователей с услугой с IT услугой и с командой которая эту IT услугу предоставляет от первоначального поиска такого поставщика услуги до отказа от сотрудничества до вывода услуги из эксплуатации как нам взаимодействовать это двусторонний естественный процесс и вот сейчас чаще всего там я не знаю у меня нет реальных исследований процентов под рукой но пусть будет 99 или 99,9 абсолютное большинство как строят customer join ну путем опросов существуют различные методики вы на различных там курсах тренингах с этими методиками можете познакомиться как там проводить опросы получать обратную связь и так далее хорошо правильно можно так делать но это субъективный такой подход потому что как проведен опрос как на него ответили в конце концов не случайно я в заголовок скажем вот этого слайда вынес психологические факторы при разработке действительно мы все люди мы все человеки мы можем по-разному реагировать на опросы в конце концов и самое даже главное мы по-разному можем себя вести время от времени с одной и той же программой с одним и тем же поставщиком услуги вот давайте возьмем в качестве примера первый слайд который я выбрал скажем это вот прям буквально скриншот взятый с сайта РЖД то РЖД может быть слышали есть очень давно да не только у РЖД у любых перевозчиков так называемое динамическое ценообразование какая задача стоит перед компанией продать как можно больше билетов не допустить недогрузку вагонов да то есть чтобы было как можно не просто больше билетов еще и чтобы было как можно меньше пустых мест когда нужно допустим принять решение о добавлении еще одного вагона в состав какого типа вагона и так далее тут возникает целый ряд вопросов а какое место выберет следующий пассажир верхнее и нижнее в каком типе вагона люкс СВ плацкар как сформировать цену пора ли добавлять новый вагон или нужно переформировать цену так чтобы подтолкнуть пассажирок в покупке определенного места или возьмем другой пример ну сейчас как раз специалист как один из организаторов конференции вы там были наверняка на сайте специалиста вот вы зашли на сайт специалиста там около двух тысяч курсов разные направления откуда специалист как в данном случае поставщик услуги этого сайта может знать откуда сайт ну если так можно вообще выразиться может знать очередной пользователь какое совершит действие может быть перейдет на страницу одного курса может быть другого а может быть посмотрит какие-то вебинары а может быть в конечном итоге перейдет в корзину может быть может быть может быть и в результате реальное не такое вот идеализированное построение customer johnny а реальное построение customer johnny становится крайне многовариантным содержит массу вероятностных характеристик если это тот же пример с билетами ну возможно там идет какое-то накопление статистики в зависимости от места расположения или там сохраняются те же куки в привязке уже конкретному пользователю есть какая-то своя статистика там по сезонам и так далее но все равно это вероятность как себя поведет пользователь в очередной раз очередной пользователь в очередной раз это вот так и поэтому как только мы говорим о проработке пользовательского путешествия для кого-то более-менее реального продукта это чуть сложнее чем там не знаю даже что сказать ну вот у нас есть там продукт ну в там смартфон как приложение смартфон как слуховой аппарат но там пожалуй customer johnny простейший там проверил слух выбрал профиль запустил остановил но вот в таком случае customer johnny еще можно построить во всех остальных случаях это догадки субъективизм и так далее и вот начала недавно развиваться и в общем я уже как сказал мне это очень нравится так смею надеяться что один из инициаторов этого направления формировать customer journey с использованием формальных математических средств то есть уйти насколько это возможно такое субъективного восприятия как со стороны заказчиков пользователей так и со стороны команды разработки и постараться формализовать на самом деле такой инструментарий существует достаточно давно это графы да ну что такое граф я здесь немножко показал пример граф это совокупность объектов и отношений между ними может такой граф иллюстрировать например порядок порядок перемещений между страницами сайта страница сайта астры перешел на страницу сайта б на страницу сайта с они между собой взаимосвязаны там есть линки может быть но как вот я только что в общем подчеркнул как я только что подчеркнул когда мы говорим о кастомер джоне это вероятность тогда нас могут выручить выручить специальный тип графов который получил название стахастические графы стахастические стахастики или вероятностные или вероятностные графы чем они характеризуются они характеризуются тем что вот эти переходы между состояниями да если каждая вершина это состояние системы страница сайта какое-то окно в мобильном приложении и так далее а переходы между ними это вероятность переходы взвешиваются вероятность например пользователь зашел на стартовую страницу есть три вероятных действия он может уйти с сайта это вот такая петля он может с какой-то вероятностью которая вот здесь обозначена p12 перейти на страницу авторизации и с какой-то другой вероятностью p13 он может перейти к выбору маршрута поездки отлично предположим предположим перешли на страницу авторизации пользователь авторизовался что это дает системе это дает большую информацию потому что у системы продажи билетов уже есть информация о том кто это за пользователь какие он в прошлом совершал поездки в каком классе вагона люкс св купе или еще что там он ездил какие у него там предпочтения по времени и так далее значит вероятность перехода в следующее состояние они уже могут быть на очередном шаге адаптированы уже под этого конкретного пользователя и соответственно сам продукт может адаптировать ценовое предложение уже под этого конкретного пользователя после того как поездка выбрана ну согласитесь то что мы выбрали какой-то товар то что мы выбрали какую-то услугу это совершенно не означает что наш пользователь в конечном итоге эту услугу приобретет нет разумеется значит вот у нас здесь есть вероятность перехода на состояние которое здесь названо вершина шестая В6 покупки а может быть вернется на новый поиск не устроит но если совершает покупку значит естественно в конце там уже вполне определенное детерминированное состояние для выдачи билета то есть вот так по шагам с помощью стахастического графа мы можем предложить вариативность действий различных пользователей тысяч миллионов пользователей на нашей системе и таким образом прогнозируя их возможное поведение адаптировать характеристики системы ну вот как я сейчас в частности допустим показал на примере ценовой политики на примере ценовой политики фактически в режиме онлайн и тем самым от вот этого инструмента customer journey мы получаем реальную практическую пользу но естественно построить такие системы и структуры вручную ну тем более невозможно но вот такой мало того что сам по себе не самый сложный пример есть еще и в очень упрощенном варианте вот когда я эти шаги отдельные вы видите собрал как бы воедино и тоже получилось что-то такое сложное слабо читаем как быть вот здесь там как раз может помочь ну как минимум два возможно и больше я все тоже не исследовал инструмента который нам предлагает эйдж первый инструмент он достаточно базовый я вот здесь дал ссылку на демо версию ну там с демо версии сейчас я покажу там как раз идет легко переход и капи это планировщик маршрутов ну я говорю об этом инструменте да изначально этот инструмент ну а это собственно что это библиотека он был построен и вот демо версия она так и работает это вы видите я с нее взял скриншот именно на планирование маршрута в буквальном смысле дорожных но что такое граф граф это тоже маршрут и в математическом аппарате графов там прямо есть такое понятие как построение маршрута на графе нахождение оптимального маршрута на графе ну оптимального то ли минимального по времени то ли минимального по затратам то ли максимального по прибыльности по тому параметру который мы анализируем и поэтому вот этот инструмент он отлично может подойти как раз для проектирования подобных графов путешествий пользователя и тем самым перевести вот эту работу из такой вот субъективной в чем-то даже я бы сказал творческая не подумайте в коем случае не ругаюсь на творческие но все-таки любое творчество в конце концов должно быть оцифровано да если мы даже вспомним один из ключевых принципов если мы вспомним один из ключевых принципов девопса это как раз перейти от концепции домашних животных к концепции такого фермерского промышленного промышленного производства да вот вот то есть от ручной настройки от ручного такого сбора данных перейти к концепции перейти к концепции вот такой промышленной я в общем значительной степени уверен что вот этот важный инструмент кастомер джонни он как раз такую эволюцию сейчас только начал но он ее он ее пройдет и вот как раз хотел бы показать второй эйжеровский инструмент и вот на нем может быть даже можем посмотреть немножечко демо это библиотека для взаимодействия human interaction человек с искусственным человек с искусственным интеллектом я вот тут заготовил сейчас переключусь вот он этот сайт ну я думаю что как люди специализирующиеся вейжер вы о нем знаете ну вот прямую ссылочку давайте может быть я прямо в чат сейчас всем сброшу вот ну я так понимаю что доступ к презентациям будет там тоже эти все ссылочки все эти ссылочки все эти ссылочки есть итак ну допустим управление работой системы ну это естественно демо версия скажем пожалуйста я выбираю одну карточку переход практических примеров действия если скажем в системе ошибка следующее действие корректирующие действия со стороны службы поддержки оценка эффективности работы службы поддержки что что это это именно в чистом виде шаги customer journey пользователь столкнулся с ошибкой в работе системы это вот одна точка взаимодействия да между услугой и пользователя следующая точка взаимодействия пользователь обратился службу поддержки точка взаимодействия уже с чем с услугой с людьми предоставляющими услуг третья точка взаимодействия вот служба поддержки решила этот инцидент вот иллюстрация примера реализации customer journey ну и собственно это визуализация вообще вот эти вот этот ресурс аидемос он мне очень нравится очень хорошие визуализации иногда вот как в данном случае их предоставляет сам microsoft в некоторых случаях для других примеров там можно даже своими примерами своими данными поиграться ну и самое главное в конечном итоге переход к реальным библиотекам с обучающими примерами и возможностью их использовать вот такой новой темой я хотел бы поделиться я надеюсь что я уложился в отведенное время спасибо за участие коллеги если есть вопросы пожалуйста у нас как раз по моему пара минут отведенного времени остается на вопросы Ольга если подскажете да там да коллеги жду ваши вопросы можно писать в чат или лучше в questions там более структурировано ну в общем куда вам удобнее и там и там мы отслеживаем хорошо коллеги тогда спасибо спасибо за внимание давайте подождем давайте подождем надеюсь что немножечко вас заинтересовал подумать в этом направлении спасибо предлагаю подождать еще одну минутку сейчас может быть у нас будет вопрос давайте да тема действительно очень актуально интересная просто у нас слушатели не сразу так быстро могут некоторые сформулировать вот у нас есть вопрос от слушателя кто в команде должен заниматься проработкой кастомер джоне ну смотрите вообще тут очень многослойный ответ вообще это конечно вся команда потому что ну а как иначе работать над продуктом но основную ответственность несут два сотрудника это владелец продукта или владелец услуги ну в зависимости от того как выстроено и аналитик бизнес аналитик в первую очередь если уж так совсем по ролям разделять вот если говорить как раз о формализации переходе от вот такого творчества к формализации то к этим двум ролям безусловно добавляется роль специалиста по данным человек который владеет соответствующим математическим аппаратом тогда как раз ну стандартно владелец продукта владелец услуги оценивают бизнес ценность согласуют ее с заказчиком аналитик производит более глубокую проработку извлечение данных data scientist соответственно уже применяет вот математический аппарат ну в частности вот графов или какой либо наверное так спасибо и еще один вопрос Максим спрашивает CG похоже на квантовую механику вероятность нахождения в определенном состоянии хорошее сравнение я правильно понял да Максим спасибо кстати очень хорошее сравнение я в таком ключе не думал но воспользуюсь тоже да наверное в чем-то да потому что ну действительно а как можно предсказать вот я кстати пример же и привел вот вы зашли на сайт там не знаю специалисты там любой другой вы иногда сами не знаете на какую следующую страницу перейдете поэтому очень хорошая аналогия спасибо и еще один вопрос есть ли какие-то цифровые инструменты которые позволяют точно отследить какой путь проходит клиент они входят в компетенции специалистов по работе с данными скорее аналитика есть инструменты сейчас название точно не готов навскидку сказать которые позволяют ну на фокус-группах как минимум иногда и там ну в ограниченном виде на крупных сайтах просто отслеживать перемещение мыши записывать пути ну пути по сайту там понятно любая яндекс аналитика google аналитика пишет кстати вот яндекс google аналитика в этом смысле наверное самый первый инструмент который нужно отследить пути по сайту вот а вот если такие локальные инструменты их хорошо использовать на фокус-группах чтобы ну потому что через яндекс или google аналитику вы не отследите конкретного пользователя чтобы как раз вот эти вероятности связать вот поэтому скорее задача аналитика а вот аналитика эти данные уже предоставляет дейта сайентисту который их должен обрабатывать все-таки я бы эти роли не смешивал это довольно разные компетенции я конечно прекрасно знаю что у нас в компаниях это обожают смешивать из серии все одно по принципу еще немножечко шьем но это все-таки вряд ли разумно компетенции аналитика они свои там много коммуникативных компетенций должно быть а дейт сайентист погружение в специфическую математику я бы так сказал спасибо вопросов в чате я больше не вижу Данил а нет есть вот еще один Владимир спрашивает если CG придет к задатчикам камевая ажора то для этого нужен квантовый компьютер по вашему мнению когда будет повсеместное внедрение необходимых технологий ну слушайте я не знаю насчет квантовых компьютеров внедрения не буду это насчет того что ну во первых да вы правы это по сути решение задатчиками ажора да еще есть вероятность насчет того что для этого нужен будет квантовый компьютер да нет не думаю задатчиками ажора это ж там господи если уж мы ушли туда коллеги в этом разбираются метод ветвей и границ ограничение поиска да и там в принципе вполне доступных вычислительных мощностей хватит так что я не смотрю на это так пессимистично с точки зрения мощности нет никто же эти задачи не решает методом полного перебора спасибо 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 вам уважаемые коллеги продолжаем наше мероприятие Global Cloud Skill Tour следующая секция называется продвинутые инструменты цифровизации облака данные искусственный интеллект мы обсудим продвинутые цифровые инструменты которые позволят обеспечить безопасность облачной инфраструктуры и реализовать инновационные технологические решения вашей организации на повестке вопроса возможности искусственного интеллекта в облаке инструменты видеоаналитики и аутентификация и авторизация следующий наш спикер Павел Пальников директор департамента инфраструктурных решений BioCard тема внедрения multi-factor authentication в кастомизированных бизнес-сервисах с помощью Azure Павел добрый день добрый день добрый день собственный коллеги хотел бы поделиться опытом компании BioCard где я работаю по проекту по проекту внедрения multi-factor authentication authentication даже правильно как мы до этого дошли какие проблемы возникли на пути в какие цели стояли что мы в результате получили буквально пару слов о компании компания BioCard это биотехнологическая компания полного цикла мы занимаемся разработкой лекарственных препаратов и этот процесс заканчивается производством и непосредственно продажей также на текущий момент из актуального мы являемся контрактным производителем вакцины спутник Ви в первую очередь что нас интересовало так получилось что много лет компания BioCard разрабатывала свои собственные системы привлекая внешних разработчиков но при этом обладая правами собственности на разработанное решение по нашим требованиям за это время у нас образовалось около 40 различных бизнес-сервисов и встал достаточно закономерный вопрос а что же у нас с аутентификацией по факту даже там где у нас была интеграция льдап а была она там ну скажем в 90% случаев были еще системы со своими системами со своими сервисами аутентификации и авторизации пользователей то мы это все равно непосредственно несмотря на то что они также интегрированы там были с льдапом в большей степени пользователям было необходимо вводить свои логины пароли что в принципе ну во первых не слишком удобно для пользователей и не слишком безопасно с точки зрения фишинговых атак например то есть наши учетные данные которые не имели на тот момент второго фактора могли легко быть компрометированы это с точки зрения внедрения single sign on это был первый шаг чего мы хотели добиться рассматривали различные варианты там вот начиная реализации какой-то своей системы identity провайдера заканчивая покупкой каких-то дорогих решений от представленных на рынке вендоров но так случилось что еще 2014 году мы начали заходить в точнее не совсем в облако офис 365 от Microsoft и в принципе Azure нам был доступен также с минимальной подпиской на Azure Active Directory и в общем-то встал логичный вопрос почему бы не использовать эту возможность для реализации в первую очередь single sign on что и было нами сделано на втором этапе появилась совершенно логичная вещь как организация второго фактора который также был успешно решен с помощью Microsoft Azure и то что мы уже успешно внедрили это еще третий этап это бесшовный single sign on когда фактически ввод пароля требуется один раз когда человек сотрудник осуществляет вход в Windows все остальные системы используют уже существующую сессию за счет получения при входе в компьютер токена от Azure этот токен используется в дальнейшем для всех систем и не требует ввода логина или пароля пользователя есть небольшая оговорка связанная с устаревшими end of life системами Windows это актуально для Windows 10 например для Windows Windows 7 требуется все-таки указание логина но не пароля это если говорить про бесшовную систему также частично мы подошли к тому что начали применять не везде правда концепцию passwordless когда пользователь в принципе может и не знать своего пароля используется биометрические системы аутентификации но здесь мы сталкиваемся с ограничениями со стороны бизнес-сервисов непосредственно систем которые мы пытаемся интегрировать и также возможностями конечных устройств как вы знаете там многие топ модели ноутбуков уже обладают возможностью аутентификации по отпечатку пальца также если мы говорим про Windows Hello for Business здесь он используется очень активно то также доступна аутентификация по лицу но не на всех устройствах это возможно реализовать и есть еще один кейс он такой скажем так некий подступ passwordless когда вы в своем приложении мобильном которым собственно вы осуществляете второй фактор подтверждаете определенный код который выведен у вас на экране десктопа или ноутбука то есть вам предоставляется в этом приложении выбор нескольких вариантов чисел и вы его подтверждаете ровно то число которое вы видите на десктопе то есть в данном случае все таки требуется вот пароля при входе в систему но при этом в дальнейшем ни в каких системах вам пароль опять же не требуется собственно с чем мы столкнулись в первую очередь да зачем это было нужно парочка таких известных проблем которые были на подступе к реализации этой интеграции этого проекта это в первую очередь как я сказал мы привлекаем для разработки сторонней компании и в этом есть определенный риск что могут быть некоторые определенные бэкдоры но здесь мы должны бороться с другими методами но также может быть компрометация со стороны непосредственно разработчиков несмотря на то что мы имеем все необходимые соглашения с ними но как мы понимаем нас нужно в любом случае будет что-то доказывать если это произойдет и в любом случае какие-то потери компания понесет собственно опять же история про то что таких сервисов у нас несколько десятков и компания разработчик не одна а как правило это одна одна компания на 2-3 сервиса ну и также в принципе если происходит взлом одной из таких таких систем кастомизированных в этом случае этот взлом фактически приводит если у нас система интегрированная следа приводит компрометация всех учетных записей и собственно всех остальных систем с чем столкнулись вот по ходу внедрения значит используется microsoft современные методы аутентификации называется называет microsoft это модем аутентификация не все приложения которые например мы использовали в своем ландшафте готовы к работе с современными методами из примеров могу даже такие большие компании назвать как Citrix Atlassian то есть здесь нужно сказать что и Citrix и Atlassian в конечном счете да действительно можно реализовать интеграцию но вам это будет стоить дополнительных денег это покупка дополнительных программных продуктов вот этих вендоров с Atlassian немножко история изменилась буквально недавно но за счет того что microsoft сам разработал необходимый плагин вот в случае например с TeamViewer тоже вам требуется приобретать дополнительный продукт TeamViewer Tensor со своим ценообразованием и как бы вот из коробки к сожалению не все можно подключить к Azure но это больше про коробочные решения Enterprise класс чуть-чуть дальше расскажу именно как мы интегрировали собственную систему еще столкнулись с квалификацией разработчиков их осведомленности у них также возникали вопросы а зачем это нужно мы все любим старый добрый ледап все умеем с ним интегрироваться соответственно мы потратили достаточно много времени на то чтобы вплоть до того чтобы даже обучить некоторых разработчиков опять же это не наш бизнес не нашей компании но тем не менее для успешной реализации это потребовалось соответственно это сроки и ну какие-то дополнительные финансовые вложения собственно переходим к схеме как это у нас сейчас реализовано как это работает если мы говорим про кастомизированное приложение здесь они выделены как ну возможно legacy application да то интеграция происходит по протоколу open id connect с выбранной нами identity провайдером который находится у нас на земле в данном случае мы используем кейклок ну неплохое бесплатное решение с возможностью подключать вышестоящие провайдеры аутентификации не только Azure можно и сторонних иногда это бывает полезно если мы там разрабатываем какой-нибудь портал который смотрит наружу предназначен не только для внутренних сотрудников но и например там для студентов стажеров то есть возможность подключить там например аутентификацию от google собственно такой момент что все это работает если у вас гибридное облако между on-prem ad и azure ad для того чтобы это работало вам потребуется подписка azure ad premium иначе ну к сожалению ограничение microsoft в части мультифактора именно не позволит использовать это решение собственно наше on-prem приложение общается с k-клок k-клок выступает провайдером для уже работы с облаком непосредственно с azure что мы здесь получаем кроме соответственно наших кастомизированных решений мы подключаем также любые коммерческие решения которые у нас установлены а также практически любые облачные ну во всех случаях с теми с которыми мы сталкивались чаще всего позволяли по saml подключаться к azure в azure при этом регистрируется application то есть в принципе azure знает конкретное приложение с которым оно работает если мы говорим про k-клок она знает только про k-клок но не знает что за k-клоком стоит в этом есть некоторые нюансы с точки зрения дальнейшей аналитики если мы здесь посмотрим то все логи от работы k-клок от работы вот этой интеграции все журналы входов аутентификации пользователей все сохраняются в системе log analytics это достаточно большой такой блок azure который может быть использован практически в любых сервисах но вот наверное из наиболее актуального он может предоставлять данные для security центра то есть дальнейшая аналитика с информационной безопасностью аудит входов в системы аудит неуспешных входов и там многое другое включая даже там machine learning для у azure есть такая замечательная штука как security benchmark score и вот собственно вот эти вот показатели эти очки вашей компании в том насколько она хорошо защищена и рекомендации они выдаются на основе machine learning тех данных которые поступают в security центр что хотелось бы здесь заметить что вот вся эта схема она действительно работает только когда у вас гибридное облако и компьютеры домена они также зарегистрированы в качестве гибридных то есть они присутствуют как в Azure AD так и в локальной AD on-prem плюс соответственно что дает кроме security центра нам дает profit conditional access да это некий условный доступ когда мы рисуем определенные правила и можем на каких-то определенных случаях ограничивать к примеру откуда пользователь может заходить в те или иные системы я чуть подробнее там покажу есть пара скриншотов здесь ну что важно да пользователи у всех установлены приложения microsoft аутентификатор есть конечно же способы второго подтверждения второго фактора это смс либо звонок мы у себя для своих сотрудников позиционируем как приоритетный вариант это все-таки непосредственно приложение как наиболее удобное и скажем меньше зависит там от оператора связи как это выглядит для пользователей для пользователя в первую очередь когда он заходит в какой-либо сервис если мы говорим про веб application то происходит redirect на Azure да и аутентификация происходит на страничке Azure здесь приведен как раз пример про который я говорил в самом начале это такой вариант без использования ввода пароля когда мы подтверждаем выбором правильного числа в приложении того числа которое нам показано на десктопе проблем здесь никаких не возникает пользователи очень быстро сориентировались и в общем работает эта тема чуть-чуть подробнее вот про conditional access например да мы можем здесь во-первых ограничивать доступ к корпоративным ресурсам на примере ну можно посмотреть у нас есть правило что мы ограничили доступ к корпоративным системам только со своих локаций да безусловно вам для этого нужны какие-то статические внешние IP адреса для того чтобы описать эти локации выжары но тем не менее большинство более-менее крупных компаний такие адреса имеют соответственно здесь мы имеем большую много возможностей для работы с intune по-моему сейчас называется endpoint manager то есть какая концепция если мы говорим про использование личных устройств мы можем сделать ограничения для того чтобы личные устройства могли быть использованы только в том случае если они отвечают некоторым нашим правилам соответственно за соответственно прошу прощения за соответствие определенным этим политикам отвечает непосредственно intune но здесь мы можем задавать правила помечено ли устройство как compliant если же нет то мы в принципе с личным устройством можем не допустить сотрудников в ту или иную систему в зависимости от того как они классифицированы нашей службы информационной безопасности либо на примере каких-то проектов которые имеют высокую интеллектуальную стоимость ограничить возможность работы с этим документом исключительно в офисе исключительно на корпоративных устройствах дополнительные бенефиты с точки зрения мониторинга информационной безопасности дает решение Cloud App Security в принципе это часть Azure Security на данный момент мы видим такие активности как например невозможное путешествие сотрудника то есть когда мы видим вход с одной локации с одной геопозиции и затем через какой-то небольшой промежуток времени через другую геопозицию которая теоретически недостижима современными способами перемещений также оповещение срабатывает при использовании различных сервисов анонимайзеров дальше у меня пример да здесь это настраивается опять же да к примеру здесь приведен случай когда страна расположения достаточно необычные для нашего пользователя оказалось в данном случае непал и сотрудник никогда не выходил на связи из этой страны соответственно сработало предупреждение при этом вы можете настраивать в conditional access и в том числе в Cloud App Security определенные действия например мы можем дополнительно попросить пользователя вторым фактором подтвердить свою легитимность если мы выявили какую-то странную активность в сервисе Cloud App Security автоматически либо вообще например заблокировать учетную запись ну здесь приведен такой overview это в принципе часть того что было на предыдущем экране ну просто информационная панель в каждую можно соответственно провалиться посмотреть кто попадает там high risk users кто там со средним риском опять же критерии того по каким попадает пользователь в ту или иную категорию они настраиваются здесь используется настройка по умолчанию которая в принципе есть в Cloud App Security вернусь чуть-чуть назад к нашей схеме взаимодействия здесь наверное стоит пояснить что у нас было большое количество сервисов как я сказал в начале кастомизированных разработанных именно под нас и возникала проблема как же собственно интегрировать частично мы решили это тем что написали один унифицированный фронтенд и часть сервисов переключили именно на этот фронтенд таким образом там доработка каждого отдельного сервиса она была там сведена к минимуму но в целом это да это большая работа что нужно по каждому сервису пройтись отдельно плюс отдельно с каждым подрядчиком объяснить зачем это почему и как как это работает хотя казалось бы OpenID Connect используется уже достаточно давно и все бы всем бы хорошо уметь с ним работать но на практике оказалось только единичные компании там из всех с кем мы ранее работали готовы были без каких-то дополнительных обучений взяться за эту работу и вообще понимали о чем идет речь так пожалуй у меня на этом все буду рад дополнительным вопросом можете найти здесь мои контакты если интересно там есть пару статей которые ведут ресурс Microsoft описывают непосредственно бешевную интеграцию бешев бешевный сингл сайнон простите про концепцию паспортлесс если интересно то наверное я через Ольгу могу вам всегда в чат их отправить павел павел спасибо за выступление уважаемые слушатели прошу писать ваши вопросы в чат есть один вопрос зачитываю возвращаясь к решению cloud up security срабатывание оповещения если сотрудник подключается за короткое время из разных из сильно удаленных локаций это предустановленная возможность или вы добавили эту опцию руками это предустановленная мы на текущий момент не подходили к тонкому тюнингу ни cloud up security ни в целом решение Azure security это тот шаг который мы еще будем делать но вот то что вы видели да это все предустановленные правила здесь мы кастомизировали только в части наверное conditional access но это другой сервис вот именно cloud up security работает исключительно по преднастроенным правилам мы лишь добавили туда оповещаемых лиц кому приходит оповещение о тех или иных срабатываниях соответственно сейчас это только алерты но есть возможность подключать дополнительные собственно срабатывание по триггеру по определенному событию определенные действия как говорил там блокировка пользователей принудительная смена пароля пользователей при следующем входе либо запросить дополнительно второй фактор вне зависимости от того что там срок действия предыдущего например еще не истек как то так был интересный случай мы в прошлом году проводили аудит информационной безопасности в рамках этого аудита у нас была заказана услуга у внешней компании тестирование на проникновение техническими средствами и был такой момент забавный когда сотрудники отвечающие за инфраструктуру пошли в информационную безопасность с вопросами ребят а мы как бы все видим предусматривает ли аудит что мы должны активно мешать компанию пентестеру в реализации их задачи или же нет вот собственно это уже немножко снизила скажем так стоимость тех результатов которые мы получили потому что мы как минимум это заметили но и в дальнейшем это можно доработать что будут превентивные реакции автоматически предприняты павел спасибо вам за выступление спасибо вам спасибо коллеги за внимание уважаемые слушатели сейчас мы разбавим эту секцию небольшим HR-брейком от Алены Владимирской которая расскажет о современном рынке труда в области IT Алена Владимирская HeadCounter основатель лаборатории карьеры Алены Владимирской и доклад тема доклада современный рынок труда в области IT а дело в том что почему я рассказываю про рынок IT ну не знаю кто меня знает кто меня не знает это знают меня наверное очень многие я 20 лет являюсь ведущим HeadCounter с точки зрения IT и Digital это не про слова я когда-то долго работала в Mail.ru группу вводила я не была HR-директором я была главным хантером а компания Mail.ru группу вводила Mail.ru с точки зрения человеческого ресурса на IPO после этого ушла сделала свою компанию и собственно к нам приходят за IT специалистами и не только за IT специалистами IT Digital специалистами ну наверное все российские не только российские компании до пандемии приходил и собственно и Facebook и Google и масса других компаний Microsoft и собственно наверное о рынке IT специалистов я знаю ну наверное голословно сказать все знаю довольно многое и о российском и не российском мы сейчас с вами сконцентрируемся на российском рынке почему знаю больше чем ну чем многие дело в том что все эти годы кроме того что я просто занимаюсь рекрутингом и моя компания занимается рекрутингом у нас есть еще всегда мы делаем IT продукты IT HR продукты у нас есть на данный момент ну прежде всего есть Telegram канал вакансии Аталины Владимировской который сейчас считает 104 тысячи человек это как раз именно белые воротнички в области Digital IT и вообще ну белые воротнички второе и туда присылают очень большое количество вакансий потому что канал считается ну сам престижным с точки зрения размещения вакансий в этой индустрии мы мало что размещаем мы размещаем шесть лучших вакансий дня но попасть туда это всегда получить очень релевантный охват и это всегда бесплатно вторая история у нас есть Fagancy это ресурс по которому каждому человеку еженедельно опять же бесплатно присылается рассылка вакансий персонифицированных под вас то есть вы соответственно видите те вакансии которые даже если вы сейчас не ищите работу но которые могут быть вам интересны в области перехода в ближайший год туда тоже очень большой конкурс крутых вакансий работодателей почему это говорю я снять я говорю это к тому что мы очень хорошо понимаем ландшафт как обычно ни один кайткантер не понимает в силу того что он работает ну с ограниченным планом по вакансиям делятся планы по развитию Поэтому эту штуку мы понимаем хорошо. И, собственно, я сейчас вам расскажу, я сосредоточусь на рынке России, я расскажу о том, что у нас будет в ближайшее время с IT-специалистами. И, собственно, вам, как людям нанимающим, а понятно, что любой человек нанимающий одновременно является и соискателем, практически все находятся, мы все находимся в пассивном поиске работы. Я надеюсь, это будет интересно из двух сторон. Со стороны, прежде всего, как и кого и чего нанимать. И второе, соответственно, ну, а кому я сейчас интересен и кому я буду интересен в ближайшем году. Значит, начну с того, что начну с очень печальной новости, которая вас как нанимателей ждет. Рынок, ну, понятно, что он дико перегрет, но ближайший год по всем прогнозам, по всем заявкам, которые мы видим, он не просто перегрет, он будет, то есть зарплаты соискателей, прежде всего программистов, я сейчас расскажу подробнее, каких, чего, почему, они будут расти, вырастут в ближайший год еще где-то на 30-50%. И это, конечно, беда-бед, потому что, если ты, условно, не Яндекс, не Сбер, не ВТВ, еще там, ну, не пара-тройка компаний, то, в общем, уже содержать какой-то вменяемый, качественный штат программистов тебе становится очень сложно. Вторая, просто, ну, настолько затратно, что это уходит, ну, то есть это делает отрицательную маржинальность. Вторая вещь, о которой нужно говорить, что все компании перестроились на удаленку, и вот эти раньше гребные места для маленьких компаний, когда мы помогали расти маленьким компаниям за счет того, что, ну, условно, там, большая компания требует обязательно человека в штат, в офис, то маленькая компания может, соответственно, делать, это брать, там, какие-то более, там, в ослабленном режиме, ну, типа, взять удаленно, взять, там, на неполный рабочий день, к сожалению. А в этом смысле пандемия научилась большие компании работать удаленно, и поэтому вот эти гребные места из регионов перестали работать тоже, потому что оттуда тоже сейчас массово выгребают всех более-менее вменяемых программистов и будут продолжать выгребать. Третья сложность, с которой мы с вами сталкиваемся и столкнемся, это с тем, что при соотношении курса доллара и рубля, такие традиционные территории, как Беларусь и Украина, откуда, собственно, людей можно было нанимать на работу в России, и эти программисты все менее привлекательны считают работу с российскими работодателями, все больше ориентированы на Европу, и, собственно, поэтому этот канал, ну, не то чтобы иссяк, но, в общем, иссякает тоже. Поэтому ситуация довольно тяжелая, причем, когда я говорю, я прежде всего, конечно, говорю о программистах, но речь идет не только о программистах, речь здесь идет прежде всего, ну, кроме программистов, это о любых диджитал-маркетологах, именно диджитал-маркетологах, не вообще-маркетологах, это все, что связано с кибербезопасностью, это прямо сейчас дефицит-дефицит, это все, что связано с датой и аналитикой именно с точки зрения BI, это все, что связано с системной архитектурой, вот это то, что востребовано очень. Менее, то есть, что значит менее востребован? Тоже дико дефицитно, но там не такой большой все-таки конкурс, там можно что-то поискать, это проекты и продукты, вот, это, собственно, все, что лежит в области дизайна, юзабилити, тестирования, там поспокойнее, но тоже все перегрето, там, условно, зарплата выросла не на 30-50%, а на 10-15%, и, собственно, на программистов среднего, внимание, я сейчас дам некоторую цифру, которая, я думаю, что вас ужаснет, если программист с опытом работы от трех лет в большом, хорошем, холодном проекте, по какой-то причине вывешивает свое резюме на хат-фантер, что они чаще всего не делают, внимание, в первый час ему приходит до 100 приглашений от работодателей, никогда не меньше 30, даже зависит от того, в какое время выложу, как быстро замечу, но, собственно, вот не меньше 30, за час, и поэтому, вот, вы должны понимать, собственно, с чем мы сейчас столкнулись. Следующая история, когда меня спрашивают о том, собственно, ну, вот ты говоришь, такой дефицит программистов, а между тем мы, вот я программист, я не могу найти работу, а кто не может найти работу, я перехожу к одной из основных болей, которые мы имеем. Дело в том, что в последнее время, вот, из этой стороны начну, почему я уважаю очень и люблю читать, там, какие-то там семинары, лекции в специалисте? Да, по одной простой причине, потому что, в отличие от большинства вот такого дополнительного образования для взрослых, специалист не является дутой школой, сейчас объясню, о чем речь. Последние, где-то года два, довольно много развелось, не буду сейчас называть, школ, которые условно делают следующее, они берут, ну, довольно много людей сейчас во время пандемии потеряло работу, особенно людей старшего возраста, ну, старше 40 лет, и, собственно, им будет сложно трудоустроиться. И на них просто в целевую бьется реклама из серии, которая звучит примерно так. Получи востребованную профессию программиста, программист в среднем зарабатывает 120 тысяч рублей. Так это? Так, да, даже там зарплата уменьшена. Дальше, следующий посыл в этой рекламе. Мы научим тебя коду за три месяца. Так это? Ну, конечно, какому-то очень примитивному коду можно за три месяца научить. Но вы понимаете, какого уровня будет этот код? У человека в голове курс это напрямую не пишет, но у человека в голове это смешивается. Я за три месяца научусь коду, и я буду дико востребован, и буду зарабатывать 120 тысяч рублей. Он, собственно, идет, учится, тратит деньги довольно большие, там, 60, 80, 90 тысяч, 120 тысяч. Учится этому коду, соответственно, после этого выходит на рынок, и, оказывается, никому абсолютно не нужен. Вот, поэтому одновременно с тем, что рынок так перегрет, если мы зайдем просто на катхантер, люди, которые там, собственно, не очень понимают во всем этом, они говорят, ну, как же так, почему вы говорите, что это так дорого и так сложно. Вот мы зашли на катхантер, мы видим там, я не знаю, 5000 резюме программистов. Совсем другая история, и поэтому сейчас надо быть очень внимательным, когда вы смотрите, можете ли вы себе позволить, внимание, взять такого человека. Я не говорю, что он плох, я говорю, что уровень его кода очень мал, и, соответственно, примерно еще, ну, как минимум полгода, год надо будет потратить для того, чтобы довести просто хотя бы до уровня нормального джуна. И очень мало из компаний, это, опять же, чаще всего большие компании, кто может себе это позволить, содержать такие учебные базы внутри для того, чтобы и тратить такое количество внутренних ресурсов, чтобы брать человека не из серии, вот он сегодня сел, а завтра он начал выдавать код, а вот условно мы полгода его еще готовы. И это надо понимать. Теперь, продолжая тему страшилки, не хочу вас пугать, хочу просто то, чтобы вы понимали сейчас, что будет происходить. Дело в том, что на рынке, на российском рынке труда снова начинается бум интернет-банков. Это связано с тем, что банки начинают создавать небанковские компании. Это там, начиная от Озона, Вайлберис и заканчивая, там в банки пойдут еще многие сегменты, там, где есть большое количество пользователей, очень лояльных пользователей, там, где они платят, ну, собственно, компании перестали хотеть это отдавать в какие-то другие руки. Классический пример еще раз, Яндекс, Озон, Вайлберис и же с ними. Это, эти компании, создание этих интернет-банков потребует огромное количество ресурсов, прежде всего, ну, программистов, продуктов и продактов, диджитал-маркетологов. Поэтому это появляется, кроме тех ниш, которые уже постоянно требуют большое количество программистов, у нас появляется еще, вот я сейчас перечислю еще другие, и у нас появляется еще несколько ниш с очень большими деньгами, которым нужны программисты, а программистов нет. Эксвободных нет, а, соответственно, перекупка, это очень дорога, очень, ну, потому что их уже купили очень дорого. Кроме такой ниши банков есть еще несколько ниш, по-прежнему будет очень сильно расти продуктовый ритейл, и все, что строится вокруг него, это сервисы доставки, это, собственно, все сервисы любого кошеринга, то есть они требуют, у них, что называется, под капотом лежит у всех очень большая часть, это, опять же, программисты, системные архитекторы, там, я не знаю, BI и Data, которая дико востребна, опять же, кибербезопасность, поэтому, в общем, откроется еще несколько новых ниш, которые будут перекупать еще большее количество людей, и, собственно, обратят неоткуда. Почему их неоткуда брать? Дело в том, что, несмотря на то, что у нас сейчас, как я говорила, программисты выпускают, не выпускают только ленивые, у нас, на самом деле, такие базовые хорошие вещи, там, типа, Бауманки, МФТИ, ниже с ними приличных институтов, которые прилично учат программистов, туда уже выстроились, опять же, все эти большие гиганты, у которых есть большие деньги, которые делают, ну, там, кафедры, либо спец, даже факультеты, начиная с уровня магистратуры, а теперь пошли уже и в бакалавре, и, соответственно, они забирают этих программистов, типа, ты учись, но работай уже с нами, некоторое количество часов, некоторое количество времени, собственно, забираются второго, третьего, четвертого курса. То есть люди уже ко второму курсу, все, кто хочет работать и, собственно, вот, имеет там что-то близкое к коду, либо кибербезопасности, либо системной архитектуре, они все, собственно, имеют по одному-два предложения про работу, вот, если они даже не работают, то, собственно, это их какое-то желание, а ничего другое, это, собственно, надо понимать. Поэтому канал вузов, я не говорю, что его нет, но он уже полностью обработан, поэтому брать, вот, приток, он существует двух видов. Первый приток, вот это такой квалифицированный к программистам, он забран, и там просто надо уже вторгаться в первый курс буквально, и, собственно, и, возможно, идти уже, как ни странно, большие гиганты думают о том, что идти в школу уже, и начинать отбирать от уровня школы, и, соответственно, там просто биться за каждый кадр, что называется, персонально. А вторая история, с которой, наверное, придется всем научаться работать, это, собственно, вся история, связанная вот с такими переученными программистами, но то переученными проектами, переученными проектами, на это есть большой спрос, большое количество людей этому переучивается. Это сейчас другой вопрос, надо понимать, что чаще всего люди, выходящие из этих курсов, они очень низкого уровня, ну, потому что за три месяца невозможно качественно научиться ходить, вот, и, собственно, это потребует довольно большой адаптации, не смысле просто адаптации людей, а в виде, там, типа, мы его научили, где у нас, сори, туалет, где у нас, там, кулер, где у нас там еще какие-то вещи, и как у нас принято отмечать дни рождения, а именно уже такой профессиональной адаптации, то есть, фактически, доучивание за счет компаний. Все это приводит к следующей вещи, все это приводит к тому, что часть разработки, прежде всего, части фото, становится дико дорогая. Она становится дорогая не только тем, что ты платишь, она становится еще очень дорогой инфраструктурой, тем, почему ты удерживаешь людей, потому что удержать человека сейчас важнее, с рынка нового найти будет реально, собственно, сложно. Поэтому тут такая штука, вопрос удержания программиста, он чрезвычайно важен, вообще, эти специалисты. И тут важный момент. Дело в том, что за счет чего сейчас удерживаются эти специалисты? Они удерживаются за счет следующего. Просто фактора зарплаты давно уже недостаточно. Они четко понимают, что если они выходят на рынок, выходит сколько-нибудь вменяемое, они гарантированы получать такие деньги, такие же деньги или, возможно, деньги там на 20-30% больше. Поэтому зарплаты уже удержать людей нельзя. А, соответственно, чем можно удержать людей? Людей можно удерживать интересными проектами. Что значит? Ну, понятно, что компания не развлекательный актив, она не может делать то, что интересно человеку, она делает то, что нужно компании. Но что на самом деле три фактора, которые удерживают программистов помимо зарплаты? Первое. Это адекватный руководитель, который для них является, соответственно, именем, которого они профессионально уважают и который ставит адекватные, понятные задачи. Вот почему, несмотря на все деньги, довольно часто бегут люди из банков? Да, по одной простой причине, потому что, собственно, несмотря на все большие деньги, настолько задачи неадекватные, противоречащие друг другу другу, и при этом заформализованные, что никаких денег, собственно, в общем, не надо, я пойду в другую сторону. Это первое. Второе. Современный стэк. Любой человек, либо программист хочет себе положить, условно, потом выложить на GitHub или, не знаю, там, рассказать на конференции или просто похвастаться за пиелами друзьями, актуальным современным стэком, актуальным современным проектом, поэтому актуализация стэка у нас перешла из области чисто технической задачи учеб-брэнда для этих людей. И третье. Это нормальными условиями работы. Я сейчас не про деньги. Про деньги я уже все сказала, а это, соответственно, про следующее. Это про то, что неформальный режим работы, то есть не начинаем ровно в 9, там, нормальное протоколирование кода, но без бюрократии и всех остальных процессов, нормальные какие-то понятные выстроенные процессы и непринуждение к корпоративному общению. Вот очень важно у нас тут, когда заговорили о том, что программистов у нас и, там, айти-менеджеров значительно выгоднее удерживать, чем, собственно, чем нанимать, у нас HR увлеклись всякими такими, давайте мы будем развлекать там всякие корпоративные футболы, квесты и прочее. Тут надо понимать, что чем человек моложе, тем, как ни странно, новым поколениям это не нужно. Они это воспринимают как вмешательство в свою личную территорию. И поскольку они это воспринимают так, то в результате они скорее от этого убегают. То есть здесь надо очень понимать, что это все скорее в минус, нежели в плюс. Значит, если ты небольшая компания, ты, понятно, не можешь конкурировать, там, я не знаю, там, с Берем, с ВТБ, с Х5 и с прочими, прочими, такими, Яндексом, Мэйлом и другими гигантами с точки зрения зарплаты и условий самого офиса, еще каких-то вещей. Это совершенно понятно. Но тебе каким-то образом, ну, надо удерживать, за счет чего удерживаются в маленьких компаниях люди. Первое, за счет человеческих отношений. Для этих специалистов это прежде всего две вещи, как я говорила. Это вменяемый, интересный руководитель, за которым они идут. И вторая вещь, это современность или интересность проекта. Это современный стейк, это какие-то современные интересные наработки, это прям важно. Третье, это отсутствие формализма, вот какие-то такие нормальные условия. И четвертое, конечно, если вы можете давать доли и опционы, это, конечно, штука, которую программисты удерживают. Ну, любого человека, не программисты делают, любого человека очень удерживают, потому что, ну, окей, понятно, что если потом он верит, но тут важно, чтобы человек верил в эту компанию, верил в будущее, верил в ее успех, то тогда, если, собственно, он в нее верит, то дальше он долго не уйдет, потому что совершенно понятно, что он уверен в том, что эта штука, ну, то есть даст в долгосрочке денег много больше, чем любой оклад и любой оклад и бонус. Теперь о тех отраслях, я уже немножко о них начала говорить, о тех отраслях, которые в ближайшее время и есть абсолютная точка, то есть, с одной стороны, они от вас будут оттягивать людей, с другой стороны, для вас, как для этих специалистов, это возможно, если вы смотрите куда-то историю про рост, про еще какие-то вещи, то личные свои, то это для вас точка, собственно, роста. Прежде всего, это новые банки и новые и старые банки, то есть появление новых банков, внепрофильных для банков активов. И второе, это текущими богатыми банками наращивание эти структуры для так называемых экосистем. Это основная точка роста. А вторая точка роста, это весь продуктовый ритейл и все, что строится вокруг него, он будет потреблять просто тоже неограниченное количество IT-специалистов. Третье, неважно, в какое направлении работаете, в какой отрасли, если вы специалист, то есть любая отрасль, начиная с телекома, интернета, банков, я не знаю, девелопменты тоже, бесконечный спрос на специалистов по дате и по BI. Вот это прям бесконечный спрос. Четвертая точка роста, это государство, как работодатель, оно научилось вполне себе прилично платить, оно научилось делать большие эти проекты, но в виде там каких-нибудь парковок, я не знаю, еще каких-то вот таких вещей, прям хайлодные, хайлодные, и оно потребляет тоже большое количество людей. Я не говорю, что другие отрасли не потребляют, нет, конечно, всем нужно, но вот это вот основные какие-то точки роста, которые будут у вас либо забирать кадры, либо, собственно, вы сами в них будете расти. В среднем по прогнозу, я, чтобы оставить время на вопросы, последние 10 минут оставлю на вопросы, сейчас расскажу немножко о том, собственно, как будут там уже более постранично расти зарплаты. Если мы берем, то есть я буду говорить процентов, потому что, ну, в абсолютных деньгах это бессмысленная цифра, она очень разная, то есть если мы говорим, что ты кодер с опытом разработки в три года и выходишь на рынок, ты опытом разработки от трех лет в большом серьезном проекте, то выходя на рынок, ты можешь получить прибавку от 20 до 30 процентов к совокупному своему доходу. Если ты диджитал-маркетолог, 20-30 процентов, если ты системный архитектор, 15-20 процентов, если ты специалист по BI, то, соответственно, по BI дате 20-30 процентов. Внимание, если ты управленец по дате BI, до 50 процентов. А если ты про кибербезопасность, 20-30 процентов, если ты там, кого еще не перечислила, вот юзабилити тестинг, это порядка 10-15 процентов, контент-маркетинг 10-15 процентов. Вот, наверное, продакты и проджекты, забыла, извините, продакты, где-то, если ты в большом проекте, это 15-20 процентов, проджекты 10-15 процентов. Что она максимально будет цениться, если вы выходите на рынок? Первое, современный стэк. Второе, ну, то есть это не новое, я сейчас скажу основные ключевые, потом скажу новое. Это современный стэк. Второе, это высокая хайлогность проекта. Третье, это, соответственно, если у тебя управленческая должность, количество людей и количество проектов, которыми ты управлял, успешность этих проектов. Последнее время стал очень цениться для продуктов, так называемый бизнес-подход, то есть такой позиции мини-гендиректора, ты отвечаешь условно за все. В проекте не только за продуктовые фичи, но и за продажи, маркетинг. Ты все не знаешь, что ты это делаешь, но у тебя полная ответственность за проект. Собственно, стала цениться такая важная штука, которой раньше не было, это кроссплатформенность внутри индустрии. То есть стали, например, очень цениться, например, если ты, собственно, разработчик, но при этом еще у тебя ты уже побыл продуктом. То есть так называемый ты не просто разработчик, а ты еще и можешь вносить изменения не только улучшения в код, но и в субпроекты. Например, BI и плюс, условно, понимание какой-то индустрии. Я не просто BI, а я хорошо понимаю, условно, BI телеком. Я продакт и, условно, при этом у меня очень хорошая аналитика. Я диджитал-маркетолог и при этом у меня BI. Вот такие перекрестные вещи, то есть там это стало вообще очень цениться везде, и это дает большую прибавку, ну, такую, ну, приличную прибавку либо к зарплате, либо дает второе. Конкурентные преимущества при найме. Потому что, собственно, вот самостоятельность, если мы говорим о таких так называемых мягких скиллах, софт-скиллах, то самостоятельность, самодостаточность, что на тебя можно выгрузить кусок задач или всю задачу, и ты дальше не бегаешь, а ты сам берешь за него полную ответственность, это чрезвычайно важная история. И поэтому это, в общем, очень ценится. Коллеги, у меня на самом деле осталось 8 минут, и тут бы я спросила у Ольги, есть ли тут вопросы, потому что мне четко сказали, что, собственно, какое-то время оставить на вопрос. А пока Ольга там смотрит, читает, прежде всего, ну, у меня есть очень приятная часть, которую, собственно, я тоже должна, собственно, сказать, что я хочу, конечно, прежде всего, поблагодарить Microsoft Azure за две вещи. Первое за... А, вот, значит, ну, не с этой стороны. Значит, смотрите, одна из вещей, которая очень ценится сейчас в IT-специалистах, это вменяемый сертификат. Объясню, о чем я, собственно, говорю. Помните, если в начале своего выступления я говорила о том, что стало очень много такой вот самопального кодинга, самопальных продуктов, которых за три месяца чему-то там как-то научили, выдали какие-то сертификаты, и поэтому, поскольку стало очень одновременно много работодателей, которые только входят в сферу IT, плохо ее понимают, и рекрутеры, которые отбирают, они плохо об этом понимают, то стоимость, ценность, не в смысле стоимость, а ценность проверенного сертификата она чрезвычайно высока, потому что она позволяет рекрутеру вот условно внутренне понять, что это правда хороший специалист. И вот здесь я очень хочу поблагодарить компанию Microsoft и вот все, что строится вокруг Microsoft и Azure и другие вещи, потому что вот выдача вот сертификатов Microsoft, она в общем, ну, то есть не падает стандарт, и поэтому получать их необходимо, потому что если вы хотите развиваться дальше войти в непрофильные вещи, например, войти в IT-банк, там условно, там, я не знаю, хоть Озона или Вайлберис, там, где рекрутеры не очень умеют это отбирать, то вот ценность этого сертификата позволит вам пройти эти собеседования, ну, в не смысле лучше, но даст вам большие преференции. Поэтому вот те компании, которые в наше время не снижают вот этот порог выдачи сертификата, это прям крутая вещь, в этом смысле Microsoft, конечно, прекрасная компания. Еще, собственно, перед тем, как перейду к вопросам, ну, я хотела бы призвать вас, что, собственно, читать прям вакансии для ИИТ, не ИИТ-специалистов, самые крутые, можно у нас в Телеграм-канале вакансии от Алины Владимировской, 6 вакансий каждый день, самых крутых по России, а также фэкансии, где вы можете подписаться на бесплатно на рассылку вакансий, мы будем подбирать именно подходящие, лучшие 10 вакансий недели и подходящие именно под вас, и, собственно, раз в неделю по понедельникам вам присылать эту рассылку. Мне кажется, что это очень полезно всем, ну, во-первых, если вы работодатель, вы можете нам присылать эти вакансии, мы их будем размещать, вот, а во-вторых, если вы, собственно, соискатель, даже если вы сейчас не ищете работу, очень полезно знать две вещи, где, собственно, вакансии вашей мечты, и второе, что вам нужно, дочитывая вот эти вакансии, которые вам подходят и вам интересны, начитывая их, вы начинаете понимать, насколько у вас современные навыки, насколько у вас современные скиллы, и что вам нужно добрать для того, чтобы, собственно, всегда быть конкурентом на этом рынке. Вот, наверное, я все сказала, Ольга, буду рада ответить на вопросы. Спасибо огромное. У нас есть несколько вопросов от слушателей. Первый вопрос от Юрия. Есть ли перспективы трудоустройства в штат-АйТи-компании джуниор-тестировщикам или джуниор-дата-инженер без опыта работы сразу после курсов, если человеку 55 лет или, возможно, только фриланс и удаленная работа? Практически нет. Значит, давайте не путать, что трудоустройство, штат, компания, это сейчас вполне может быть и удаленная работа, потому что, например, Мэйл вообще не вывел ни одного сотрудника в офис и до конца года не будет выводить. Яндекс вывел 20, по-моему, процентов или 30, не помню, ну какая-то такая цифра. То есть удаленная работа, это сейчас довольно штатная работа. Но если вы специалист без опыта работы 50 лет, у вас только курсы, то на самом деле, вероятнее всего, в крупную компанию вас не возьмут. Вам надо начинать либо набирать фрилансовые работы, либо пытаться попасть в очень небольшую студию или очень небольшую компанию, та, которая испытывает максимальный дефицит рабочей силы, дальше уже набираться опыта и дальше перепрыгивать большие компании. Но при этом надо понимать, давайте называть вещи своими именами. Все равно и жизнь существует, а в IT-сфере он сильнее, чем во многих других сферах, потому что большинство руководителей там очень молодые, там 30-35 лет, а потому что сама отрасль это всего, господи, 20 лет. Поэтому, соответственно, перейти в большую компанию будет очень сложно. Спасибо за ответ. Следующий вопрос слушателя. Нет ли будущего за созданием веб-издательств с сотнями мультимедийных интерактивных онлайн-курсов по IT с искусственным интеллектом? По материалам... Слушайте, я не отвечу, только честно скажу. Я рекрутер, я не про бизнес, то есть я не могу оценить идеи бизнеса. Это будет очень неправильно с моей стороны. Я не отвечу просто на этот вопрос. Это вне зоны моей компетенции. И еще один вопрос. Сегодня мы говорили много о диджитал-трансформации. Какая ситуация на рынке с СДО и с ДТО? Какой спрос и предложение? Значит, смотрите, традиционно об этом очень много говорят. Это такой... Это миф, знаете, как русалки. Они к нему говорят, но, в общем, мало кто видел, а кто видел, тот не выживал. Очень много говорят с ДТО, очень много говорят об этой потребности. В реале вакансии, реальных, то есть периодически открываются вакансии, в реале вакансий очень мало. Объясню почему. Дело в том, что большинство компаний серьезных глубинных цифровых изменений не хочет, более того, боится. Это навязанная сверху история, и поэтому внутрь процессов их не пускают. А СДО, который не может влиять внутри на процессы, у его должность, ну, собственно, она расстрелянная. То есть человек работает год и уходит. Поэтому позиции, они существуют, реальных успешных кейсов очень мало. Это связано с тем, что чаще всего собственники, акционеры компании декларируют то, что да, мы цифровые, мы меняемся. В реале этих изменений нет, или они очень малы, и их пока, пока на рынке не будет успешных, реально успешных кейсов, не отпиаренных кейсов, а пока рынок не увидит, вот что это правда приносит деньги, серьезные деньги. Таких кейсов будет очень мало, и скорее СДО берут на две вещи, либо на забавы, либо на вторую вещь, ну, типа, нам сказали, что должны быть цифровые, у всех есть, и у нас тоже есть. Поэтому вакансии есть, но в основном, я говорю, люди работают по году, по полтора, и вылетают с этих работ, ищут снова, и пока мы не видим никакого роста рынка, но видим вокруг огромный хайп. Алена, спасибо огромное за ответы. У нас еще есть к вам вопрос, слушатели просят ваш e-mail, или то, о чем вы сегодня говорили. можно сказать, значит, смотрите, вот что я хотела сказать в конце. Значит, я знаю, что большое количество вопросов по карьере, сори за такую шутку, но она абсолютно честная, они интимнее, чем вопросы про секс, потому что, собственно, да, любой вопрос про карьеру, это вопрос про вас лично. И это вряд ли кто-то выносит публично. Мало кто, это большое мужество стоит, и не всегда нужно. Поэтому, первое, у меня есть сайт, Алена, то есть, ну, то есть, у меня есть сайт Владимирская.ком, это очень просто, просто Владимирская.ком, на нем есть функционал. Задать мне любой вопрос о карьере. Внимание, этот вопрос никто не увидит, он уйдет мне на почту, ну, точнее, в СРМ-ку мне уйдет, чтобы просто не потерялась. И я в течение трех-четырех рабочих дней, потому что вопросов очень много, я в течение трех-четырех дней гарантированно вам отмечу, ответ придет на почту. Туда же можно присылать и вакансии. Вот, мы, собственно, их в ответ разместим. Также, куда можно присылать вакансии, есть шапки на телеграм-канал и вакансии от Алены Владимирской. В общем, все вопросы на Владимирская.ком, почему не на почту, объясню. Дело в том, что, ну, вы же айтишники, вы же понимаете, соответственно, когда они идут через сайт, они уходят в СРМ-ку, там прям поднимаются красные флажки, я вижу, что я ответила, что я не ответила. В день у меня в почте примерно 800 всяких писем. Люди шлют резюме, вакансии, задают вопросы и прочее. И, соответственно, там я точно могу что-то не увидеть, не заметить, не ответить вам. А если вы пишете вот через сайт, я отвечу точно. Поэтому Владимирска.ком. Алена, спасибо большое. Вопросов у нас больше нет. Ну, тогда удачным всем карьером. Хорошего дня. Счастливо. Итак, уважаемые коллеги, продолжаем наше мероприятие. Продолжаем нашу секцию «Продвинутые инструменты цифровизации. Облако данные и искусственный интеллект». И следующий наш спикер. Алексей Бовин, продакт-менеджер Microsoft компании Legion. Тема интеллектуальная видеоаналитика Microsoft Azure. Алексей. Да, ну что ж, друзья, сегодня хотел с вами поговорить о такой замечательной вещи, как видеоаналитика. Видеоаналитика на сегодняшний день активно, все активнее и активнее входит в нашу повседневную жизнь. То есть, если буквально еще пять лет назад мы бы обсуждали с людьми того времени о том, что мы будем разблокировать условный телефон лицом, ну, там возникало бы много вопросов и недопонимания, хотя еще пять лет назад уже плюс-минус такие технологии существовали. Но, как бы, разблокировка по Face ID это уже далеко не новшество, как и ряд других интеллектуальных сервисов видеоаналитики, которые на сегодняшний день, ну, если мы, допустим, возьмем на рассмотрение там сервисы Microsoft. Давайте мы сейчас к ним вернемся на следующем слайде, вот именно по сервисам Microsoft, давайте поговорим вообще, что такое видеоаналитика. На сегодняшний день все, что можно зафиксировать камерой, можно превратить в объекты для анализа. То есть, нейросети, искусственный интеллект сегодня развился до того уровня, когда мы можем не только идентифицировать людей по лицу, там, по неким базам заранее подготовленным, или идентифицировать транспорт, номера транспортные, но сегодня видеоаналитика пошла немного, немного дальше, превратилась в более серьезный объект разработки и в целом на сегодняшний день мы можем уже спокойно говорить о промышленной видеоаналитике, о промышленной видеоаналитике с точки зрения участия ее в неких технологических цепочках на предмет, допустим, соблюдения техники безопасности, выполнения требований безопасности, контроль производственного персонала, также мы можем передать часть человеческой работы на сторону машины с точки зрения контроля технологического процесса. Самый банальный пример контроля технологического процесса на сегодняшний день видеоаналитика может измерять детали дистанционно вплоть до нескольких микрон точность. Это на сегодняшний день так называемые лидар камеры позволяют делать, но сегодня мы о них не будем сильно разговаривать. Кому будет интересно в дальнейшем вы можете в конце увидеть мои контакты, можете со мной связаться и я с вами более детально обсужу другие технологические моменты. Давайте рассмотрим на сегодняшний день что нам предлагает Azure. Microsoft Azure на сегодняшний день дает нам возможность без особых навыков программирования, без особых знаний построения архитектурных моделей сервисов поработать со своим собственным искусственным интеллектом. На сегодняшний день в Azure развернуты готовые сервисы. Уверен, кто с Azure работает постоянно, тот с ними со всеми знаком. В первую очередь компьютерное зрение. Компьютерное зрение нам позволяет детектировать объекты те, которые мы хотим. Мы можем собрать некий датасет набор фотографий того или иного объекта, научить систему распознавать этот объект и в дальнейшем уже подкладывать искусственному интеллекту фотографии какие-то, где он нам будет искать именно те объекты, которые мы ему научили, которые мы научили его распознавать. Ничего такого сверхсложного в нем нет. Сервис понятен опытному пользователю компьютера и в принципе каждый себе на сегодняшний день может позволить обзавестись небольшим сервисом по компьютерному зрению. Но также Microsoft на сегодняшний день предоставляет возможности распознавания документов. Причем не важно, что это за документы, будь то это как на картинке вы сейчас видите чек, это может быть какой-то счет, может быть другие какие-то документы, может быть договора и так далее. Что нам нужно распознавать из бумажного вида в цифровой переносить без использования каких-то сканеров и так далее. Мы, конечно, можем воспользоваться старым добрым сканером, но это у нас история как минимум в несколько минут отсканировать, перевести это все в цифру. Видеоаналитика нам позволяет просто фотографию положить и она самостоятельно считает информацию и транскрибирует нам ее в цифровой какой-то формат, ну, в текстовый условно цифровой. Также есть там возможности использовать сервис пользовательского визуального распознавания, систему распознавания лиц и индексатор видео. Кто работает с Microsoft Stream, те знают, что индексатор видео там уже в Microsoft Stream есть, то есть мы можем подгрузить какой-то объем видео, мы можем проиндексировать это видео с точки зрения выступающих на нем и отдельно вывести так же вот на картинке здесь мелко, правда, но видно, мы можем отдельно вывести выступающих лиц в этом видео и посмотреть только те моменты, где они выступали. Можем по каким-то ключевым словам, то есть написать ключевые слова и нам система покажет все, что, все моменты, где употреблялись те или иные слова, словосочетания. Сервисы клевые, интересные, ими, ну, интересно играться, но если у нас нет какого-то конкретного проекта, где есть потребность в таком сервисе здесь, ну, чисто зайти поиграться, но на сегодняшний день есть решения гораздо серьезнее, гораздо сильнее. Они также могут совместно работать с Azure, но сами подобные решения, они больше там отдельных разработок, то есть они к Microsoft особо отношения не имеют. Как один из примеров, хотел бы вам рассказать про промышленную видеоаналитику параллельно, которую разрабатывает один из наших отечественных вендоров, в нашей компании есть с ним прямой договор, и наша компания участвует во внедрении видеоаналитики на производстве. Видеоаналитика на сегодняшний день промышленно позволяет нам закрывать большой такой пласт задач, на которые ранее всегда выделялись какие-то люди, то есть сидел там человек, смотрел в экранчик, или ходил человек, смотрел там, наблюдал за другими людьми на предмет выполнения каких-то требований. На сегодняшний день этого уже нет. Ну, то есть это есть, но оно уходит. Почему уходит? Потому что есть видеоаналитика. Видеоаналитика нам позволяет в первую очередь контролировать промышленную безопасность. Везде, на любом производстве есть те или иные требования безопасности. Даже, скорее всего, за эти требования безопасности сотрудники того или иного, той или иной промышленности, того или иного завода, фабрики, цеха, неважно, они, скорее всего, расписывались за эти требования безопасности. Но если они расписались, это не значит, что они будут их соблюдать. Вот, собственно, сама видеоаналитика позволяет детектировать те или иные нарушения, например, с точки зрения безопасности, исполнения техники безопасности или же безопасности на производстве, когда, допустим, мы разрабатываем датчик индикации возгорания или датчик индикации дыма, ну, там, задымления. Видеоаналитика тоже может подобные триггеры воспринимать, то есть, если где-то возгорание, видеокамера это зафиксировала, а сама интеллектуальная часть видеоаналитики дала нужный аларм, либо позвонила в пожарную часть, либо сообщила на пост охраны и так далее. Детектирование инцидентов различных, ну, то есть, мы не просто можем отследить, отследить точнее, было там нарушение какое-то или просто инцидент, неважно, там, не обязательно, видеоаналитика не обязательно направлена на то, чтобы найти и отругать кого-то, мы можем ее по-разному принимать, ну, давайте мы будем обозначать просто там любое событие как инцидент, ну, и то есть, мы эти инциденты можем не только детектировать, но и фиксировать, фиксировать посредством выгрузки каких-либо отчетов, то есть, нам уже не нужно там, чтобы весь день безопасник сидел, смотрел в камеры и там на листочке где-то помечал себе моменты, когда были те или иные нарушения, нет, безопасник теперь просто вечером открывает там, ну, условный веб-интерфейс, выгружает оттуда себе некий отчет, где, собственно, зафиксированы те или иные события, те или иные триггеры, к ним приложено время, когда это событие произошло, и номер камеры условно, таким образом, безопаснику не нужно просматривать за весь день, видеозаписи, а он может просто конкретно там проклацать по времени и посмотреть, действительно ли это было нарушение, ну, или, может быть, видеоаналитика ошиблась и некорректно сдетектировала, такое может быть, безусловно, при внедрении видеоаналитики есть несколько этапов, один из них это этап обкатки, когда был собран датасет, те или иные триггеры были размечены, те или иные действия там разметили, и вот наступает момент внедрения, то есть, видеоаналитика устанавливается, но несколько недель за ней еще наблюдают и смотрят, проверяют корректность ее отработки, и там, то есть, ну, бывает, срабатывает некорректно, нужно доработать, вот, соответственно, там, под эти все истории есть отчеты, где мы, собственно, всегда отчет можем выгрузить и посмотреть, что произошло. Также, там, один из примеров реализации видеоаналитики на сегодняшний день, один момент, вернусь назад на слайд, один момент, единственное, что под подобные решения всегда нужны большие вычислительные мощности, то есть, любая видеоаналитика у нас требует минимум мощных процессоров, центральных процессоров, ну, и как некий стандарт, то есть, если у нас есть серьезные вещи на детектирование, то есть, сложные объекты для детектирования, здесь уже, конечно же, нам нужны будут вычислительные мощности видеоадаптеров, то есть, мы понимаем, что если какие-то легкие, простейшие вещи мы детектируем, мы используем просто там небольшой серверок с парой процессоров и там с 64 гигабайтами оперативки, но если нам нужно что-то посложнее детектировать, я вам сейчас там дальше покажу видеокейс, то есть, как это работает и в чем там была сложность, объясню, где работали процессоры, а где работали видеокарты. Один из примеров реализации на производстве, самый такой, ну, один из простейших который я вам решил сегодня показать, это прототип системы фиксации нарушений ПДД, то есть, есть у нас некий НПЗ, на этом НПЗ есть требования, все машины, которые в него заезжают, они в принципе там особо не отслеживаются, но на выезде водитель обязательно должен быть пристегнут ремнем и обязательно должен быть один, то есть, выездные машины через ворота, на которых у нас видеоаналитика установлена была, они не, вот машины, которые там выезжают, они не подразумевают, что у водителя будет некий логист или сопровождающий, там водители едут только по одному человеку и, соответственно, мы видеоаналитику прикрутили к камере и к шлагбауму, если условия соблюдаются, то есть, водитель один, он пристегнутый, тогда шлагбаум без проблем открывается и выпускает водителя, если нет, он не выпускает водителя, он фиксирует, что не так, может быть, сидит рядом человек или водитель не пристегнутый, также дополнительно фиксирует номер авто и добавляет это в отчет, что вот такая машина не выполнила требования в такое-то время, поэтому не выехала там по своему маршруту, ну и там, соответственно, идут дальнейшие действия со стороны уже там руководителей и так далее. Это такой, один из легких довольно примеров, здесь не нужно каких-то каких-то глобальных нейросетей строить, то есть здесь просто прокатывается машина раз 300 вот там в течение какого-то времени и водитель там едет в разных условиях, он едет один, не один, пристегнутый, не пристегнутый и так далее. Из этого датасета формируется уже там некая нейросеть, которая в дальнейшем подключается к нашей видеоаналитике. Один тоже из вариантов ношения СИЗов и попадания в опасную зону. Сразу хочу сказать, это локальный сценарий, то есть это некая буровая, ну, скажем так, за полярным кругом, там люди, ну, на буровой работают, добывают нефть, у них есть ряд требований по технике безопасности, такие как у одного из бурильщиков на скважине должен быть обязательно капюшон, есть зоны, есть размечены, скажем так, опасные зоны, опять же, размечены они виртуально, только с точки зрения, только с точки зрения видеоаналитики. Человек не видит, он знает просто, где эти опасные зоны, где есть подвижные элементы самой буровой, где есть места, где стоять долго нельзя, потому что там какой-нибудь подвижной ключ сейчас подъедет и может травму нанести сотруднику. Далее, обязательно все должны быть в перчатках, все должны быть в касках и у одного из бурильщиков должен быть страховочный пояс для, соответственно, для самого ключа подвижного. Здесь данное решение было разработано на двух подходах. История с капюшоном, перчатками, касками и страховочным поясом, то есть история с СИЗами, она отрабатывалась просто на микропроцессорах, то есть достаточно было мощности микропроцессоров, когда, ну, для того, чтобы детектировать и фиксировать там ношение СИЗов. Но история с попаданием в опасную зону, когда, собственно, сам ключ буровой необходимо поднести, здесь уже был использован второй подход, здесь уже работали видеокарты непосредственно, то есть в сервер была установлена видеокарта Tesla V5, и таким образом, то есть она на себя взяла работу по детектированию именно подвижных объектов. Как, собственно, это выглядело в реальности. То есть вот кейс, это реальный кейс, живая видеоаналитика. Сейчас на этапе, когда ключ будет подъезжать сюда на фиксацию в буровую, вы сможете увидеть большой красный квадрат, то есть человек стоял в опасной зоне во время движения ключа. Он буквально на секунду проскочит, и таким образом, собственно, мы в дальнейшем в отчете там увидели, что человек, вот, собственно, сейчас была эта красная рамка, человек на несколько секунд попал в опасную зону, то есть мы можем вернуться потом к этому видео, ну, не мы, там тот же безопасник условный, возвращается к этому видео и просматривает факт, факт детектирования был в опасной зоне, он просматривает, ошиблась ли видеоаналитика, или, может быть, она зафиксировала, но это не критичный момент, ну, то есть там просто нужно будет потом зайти и посмотреть. Страшно, не страшно? Если это не страшно, как бы, ну, окей. Если страшно, ну, соответственно, нужно провести просто инструктаж сотруднику, который в дальнейшем бы, вот, не попадал на подобные триггеры. Все замечательно, когда у нас есть видеоаналитика на локальном сервере, но очень много, очень много на сегодняшний день есть потребности в видеоаналитике у тех, у того бизнеса, у той промышленности там, кто, ну, скажем так, территориально не располагает возможность установки условно того же сервера небольшого. Поэтому здесь как раз-таки у нас в эту историю все включается Microsoft Azure. Решение в Azure располагается тоже довольно, как бы, незамысловато. У нас есть некая видеокамера, то есть если вы вот обратите внимание на фотографию, то есть это некая установка, которая нам помогает законнектить картинку, условно картинку с видео и законнектить непосредственно саму видеоаналитику, ядро видеоаналитики, которое мы в свою очередь помещаем в Azure. То есть что у нас есть? У нас есть видеокамера, некая видеокамера, которая снимает в определенную сторону то, что мы хотим, чтобы она снимала. В свою очередь, камера создает либо видеопоток, либо стоп-кадры, либо еще какие-то другие метаданные. Опять же, те, кто использует Azure, те, кто работает с Azure, продают его, разрабатывают на нем, понимают, что вообще крутить довольно мощную виртуальную машину еще и с видеокартами, удовольствие довольно дорогое в Azure. Плюс еще у нас должен быть очень стабильный канал интернета, если мы говорим о видеоподключении. Ну, то есть, если мы транслируем видеопоток напрямую с камеры в облако, у нас получается, что у нас такой плюс-минус 5G должен быть, чтобы у нас без задержек все хорошо работало. Здесь, конечно же, был разработан немного другой подход к видеоаналитике, потому что, ну, объективно в России очень мало точек таких, где можно там на том же 4G нормально передавать видеопоток. Поэтому решили передавать не видеопоток, а стоп-кадры. То есть, камера не снимает видео подряд там постоянно, а она делает одну фотографию раз в секунду. И таким образом у нас не видеопоток, но у нас видеоряд. Если быстро мы листаем картинки, все знают там закон мультипликации, если быстро картинки листать одинаковые, они начинают шевелиться. Здесь точно такая же история. Мета-данные попадают в облако Azure, идет дополнительная обработка той или иной фотографии, то есть, ну, там, неважно, это будет стоп-кадр, либо мы именно камеру на фото ставим, то есть, она только фотографирует, либо мы делаем так, что у нас передается видео, но там специальная софтина, она из этого видео, точнее, снимается у нас видео, софтина из видео просто делает скриншоты и передает их в облако. В облаке происходит дополнительная обработка, после чего фотография падает в некую event-базу. Event-база это тот самый датасет, который мы сняли заранее, прежде, ну, на первом этапе внедрения мы установили эту же камеру на это же место и начали снимать датасет, то есть, то, что нам нужно детектировать. Допустим, в этом кейсе конкретно, это контроль податчиков на строительном объекте, нам нужно было детектировать людей, то есть, где, в какой части стройки находятся люди, по итогу там рисуется тепловая карта. Я вам сейчас дальше покажу этот кейс тоже по, ну, такой именно снятый со стороны видеоаналитики. Соответственно, после того, как в event-датабейс попадают наши мета-данные, они обрабатываются там, и в дальнейшем, если есть какой-то триггер, который бы связывал попавшую фото в event-базу и набор данных в event-базе, если есть какой-то триггер срабатывающий, эта история вся отлетает в репортинг куб, а из него уже, соответственно, вылетают отчеты. Отчеты в личном кабинете, в какой-то веб-форме, хотите мобильное приложение, там, ну, условный тот же PowerApps мы берем и на него эту всю историю с отчетом транслируем. Можем экспортировать сразу там в какие-нибудь CRM-ки, можем в ERP-систему это все добавлять. То есть, куда нам нужно данные, мы по итогу все равно генерируем данные, так или иначе. Там сейчас есть концепция PowerPlatform работает исключительно с данными и там каждый бизнес генерирует данные. Здесь точно такая же история. Сама видеоаналитика, она генерирует поток данных. А вот работать с этими, ну, точнее, как работать с этими данными, то есть мы можем просто отчет просматривать, а можем просматривать отчет и параллельно просматривать видео согласно отчету, попадая там на те или иные моменты, которые нам в отчете указаны по времени. То есть, мы не просматриваем все видео, мы идем только в конкретные точки туда, что нас интересует. Собственно, вот это пример реализации самого кейса с контролем подрядчиков на строительном объекте, то здесь рисовалась тепловая карта. Тепловая карта в первую очередь нужна была архитекторам для того, чтобы контролировать, по правильным ли этапам, обозначенным архитекторами, идет строительство. Был очень сложный проект, очень важно было поэтапно строить разные части этого здания, этого строения, потому что там сложная архитектура, где-то должно было выстояться сначала, там застыть бетоном и так далее, чтобы продолжать там дальше какой-то уровень достраивать. И вот здесь вот как раз-таки была история применена с тепловой картой, то есть, как это выглядело вживую. С левой стороны у нас, собственно, идет сам видеопоток, но здесь не видеопоток, здесь просто метаданные, здесь было три фотографии в секунду, которые в дальнейшем то, собственно, у нас и формировали вот эту самую тепловую карту. Вот если с левой стороны идет живое видео, то с правой стороны вы можете увидеть, как рисуется в режиме реального времени эта тепловая карта. Конечно же, это все ускорено, FPS тут 7 кадров в секунду стоит, то есть, сама эта вся история формируется в течение всего дня, и то есть, вечером архитектор условно открывал свой отчет, открывал тепловую карту и смотрел, правильно, неправильно, это все было реализовано. Ну, то есть, в тех частях стройка идет, или там нужно внести какие-то корректировки. Распознавание людей в этом, за распознавание людей в этом кейсе отвечает полностью аналитика, видеоаналитика Azure, в частности, там, виртуальная машина, прошу прощения, не видеоаналитика Azure, а видеоаналитика в Azure. виртуальная машина у нас поднята с графическим адаптером, в ней развернуто, собственно, само решение видеоаналитики, и метаданные просто по выделенному каналу туда залетают, система обрабатывает, и в итоге, там, заказчику в браузере он заходит на свой ресурс, подготовленный под него, и получает, вот, собственно, все эти отчеты. Применение видеоаналитики кейсов есть огромное количество. Я готов с вами обсуждать, если интересно, если там среди вас также есть какие-либо компании, которые заинтересованы в подобных решениях, мы с удовольствием там готовы посотрудничать, рассмотреть различные варианты совместной работы. Ну, и, собственно, если у нас есть еще время, я могу ответить, там, буквально у нас есть шесть минут, могу поотвечать на ваши вопросы. Алексей, спасибо за вашу презентацию. Есть вопрос по поводу кейса с ношением СИЗ на буровой. Безопасник видел моменты нарушений и зачета, или предусмотрены какие-то уведомления о нарушении, которые происходят здесь сейчас, чтобы предупредить аварийные ситуации, например? Да, смотрите, мы можем работать и с предиктивной аналитикой. Мы там, какая есть история. То есть сейчас классическое видеонаблюдение, как мы его знаем, там у нас сидит человек за экраном, у него там 12 плюс экранчиков маленьких. Это на самом деле очень сложная история с точки зрения даже физически, там человек 12 часов сидя за компьютером, у него замыливается глаз, он устает, он может отвлекаться там на телефон, с коллегой поговорить, выйти перекурить. У него есть большое количество различных факторов, которые могут его отвлечь. Сама видеоаналитика, она подразумевает, точнее, она несет под собой историю, когда человек не сидит за компьютером, не смотрит в мониторчик, он сидит за компьютером, но не следит за экранами. Когда происходит какой-то триггер, у него экран с камерой, на которой произошел триггер, сразу у него раскрывается на весь экран. То есть можно эту систему настроить. Здесь, наверное, больше вопрос к организации самой системы видеонаблюдения, потому что какие-то системы позволяют вот эти все вещи с алармами проделать, с выводом на экраны, то есть даже вплоть, когда просто висит дашборд условного руководителя в кабинете и к нему на этот дашборд периодически всплывают какие-то триггеры, которые видеоаналитика поймала. То есть можно и так сделать. Здесь, наверное, больше надо посмотреть сначала конфигурацию текущую по видеонаблюдению и в дальнейшем уже там можно посмотреть. Либо сделаем, либо там что-то нужно будет докупить. Но в целом алармы, да, пожалуйста, на урдуинке можем склепить лампочку с платой, с двумя платами, ардуиновскими, там прикрепить условно к какому-нибудь конвейеру и на конвейере у нас будет распознаваться там производственный брак, допустим, металл какой-то идет, там прокатный и где-то у него трещину система видеоаналитики распознала. Там эта ардуинка с лампочкой будет моргать, ну, соответственно, видеоаналитика будет шуметь, ардуинка будет моргать, ну, и всяческим образом привлекать внимание людей, там, что надо что-то сделать. Да, можно, конечно, можно различные алармы настроить, там, это все делается исключительно под заказчика, ну, под требования заказчика. Спасибо. Слышала, что возможны разные варианты. Предлагаю тогда переходить к следующему выступлению. Алексей, я вас благодарю за интереснейшую презентацию. Да, вам тоже спасибо. Хорошего дня. Следующий наш спикер Денис Михайлов. Итак, всем добрый день. Меня зовут Михайлов Денис. Я сейчас являюсь тренером в учебном центре, ну, и также занимаюсь консалтингом по разным решениям Майкрософта, разным его задачам. Был, работал в интеграторе, занимался внедрением разнообразных технологий, в основном занимался внедрением сервис-десков, ну, и дальше, собственно говоря, от сервис-десков пошли другие платформы, другие развития, базы данных, аналитика и так далее. Сегодня мы поговорим про пауэр-платформу для бизнеса, которая предоставляется компанией Майкрософт, также в ней зацепим моменты, посвященные искусственному интеллекту и, в принципе, работе. Что нам в этом плане Майкрософт предлагает? Сумеря, пауэр-платформа для бизнеса. И первое, к чему мы придем, это та технология, которая сейчас, безусловно, набирает очень сильные обороты, это зерокодинг, то есть это как бы не технология, это такой термин, то есть наша задача, как собрать продукт за полчаса не прибегая к программированию. То есть сейчас, как мы уже понимаем, искусственный интеллект развивается, развиваются истоки программирования и, безусловно, предыдущие презентеры, которые рассказывали про программирование, про разные Python, Python, Java, искусственный интеллект и так далее, но, безусловно, можно так сказать, что буквально еще там 5-6 лет назад были такие термины, что нам нужны программисты, которые будут писать софт, потихонечку это все переходит в режим drag-and-drop, где любой сотрудник, который есть в компании, может себе позволить написать, скажем так, создать, если быть правильно, какое-то приложение, которое поможет ему как-то жить. При этом при всем он может не обладать совершенно никакими знаниями по программированию, ему достаточно всего лишь на всего знать какой-то продукт, в котором он может ориентироваться, не требуя для этого знания высокосложных языков, там PowerShell, C-Sharp, C и так далее. Соответственно, Zero Coding это способ, который быстро и без особых затрат помогает пройти путь от идеи до первого результата за счет готовых решений. Сейчас бизнес очень сильно меняется и зачастую ждать от программистов решения какой-то своей небольшой задачи, либо разработать какой-то продукт, который сможет закрыть ту или иную проблему довольно долго. Все-таки у нас есть глобальные решения, есть глобальный кодинг и высвободить человеческие ресурсы, как один из вышестоящих коллег рассказывал про то, что программистов сейчас и так нету, они заняты высокоуровневым программированием, искусственный интеллект, разработка банков и так далее, то на простые задачи для обычных пользователей в них может просто не быть времени. Как работая в одной компании, я запросил как сотрудник в CRM-системе разработать всего лишь навсего определенные формы визуализации заявки, на что мне программисты сказали, да, отличная идея, все хорошо, но мы ее разработаем тебе через годик, так освободимся. То есть это не приоритетная задача. Поэтому Zerocoding, его задача решить эту задачу как можно быстрее с подключением к всевозможным источникам данных, которые у нас могут безусловно быть. Соответственно, как было раньше, то, что мы немножко уже проговаривали, есть программирование, есть какие-то требования, у которых мы производили те или иные задачи, то есть покупка домена, аренда серверов, рисование дизайна, разработка схемы, базы данных и так далее. То есть нужно было произвести достаточно большой пул работы, который позволял на выходе получить какой-то продукт, которым мы могли пользоваться. Безусловно, это стоило каких-то временных рамок, разработка могла длиться не один день, не месяц, два, три, полгода, год. Многие компании ждут своей CRM-ки годами, пока она станет нужного им уровня. При этом при всем обычный бизнес-пользователь примерно знает, что он хочет. Безусловно, часть задач решалась при помощи там Excel, VBA, возможно, Microsoft Access, который входил в Microsoft Office при определенных условиях, там была определенная лицензия, и закрывал свои потребности как мог. Но это опять же требовало определенных знаний программирования, безусловно, без них нельзя было сделать, и любой сотрудник, естественно, это создать не мог. То есть требовалось достаточно большое время на разработку и решение разнообразных задач. А у нас время идет, соответственно, требуются быстрые инструменты, чтобы проверить какие-то свои бизнес-гипотезы, проверить свою автоматизацию при каких-то задачах и используя стандартные инструменты, которые у нас есть. Например, если мы говорим про Excel, это запись макроса, которая не всегда, к сожалению, применима. А в новых технологиях, используя Office 365, используя Office Online для работы с Excel, например, документами в облаке, ВБА в принципе не применим. То есть то, что было разработано, потихонечку перестает быть нужным, и, естественно, нам становится все сложнее и сложнее этим всем оперировать. А у нас, например, есть какой-то продукт, который мы хотим быстро перенести в какую-то другую платформу, так как, помним мы, версии программного обеспечения меняются, до сих пор из-за вот этой версии встречаются компании, у которых написаны базы данных для разных действий на Windows 2000, Windows NT, используют Fox Pro и другие программные комплексы, которые устарели уже очень-очень давно. И у них на складах лежат там в резерве старые материнские платы, старые сервера, для того, чтобы эти продукты могли функционировать. А переехать, опять же, сложно, потому что, опять же, нет человеческого ресурса, нет возможностей знаний, то есть люди, которые знали тот продукт, возможно, уже отсутствуют. А бизнес-пользователь, понимая логику, может, в принципе, достаточно быстро, используя Zero Coding технологию, разобраться с ней и внедрить. Соответственно, у нас есть два основных требования разработать здесь и сейчас, потому что даже, вот смотрим, многие зарубежные компании, в которых я в проектах участвовал, они говорили, нам нужен продукт через месяц, через два, через три. Больше нам не нужно. Нам нужно быстро сейчас закрыть какую-то идею, реализовать какую-то бизнес-гипотезу, сформировать ее и посмотреть, подойдет он нам под наше решение или нет. А проекты такие, как полтора года внедрения какой-то системы, через полтора года начинается ее промышленная эксплуатация и понимается, что она нам в корне не подходит. Она устарела, наши процессы уже ушли дальше и снова приходится всем в систему перестраивать, переделывать, а нам нужно здесь и сейчас. И нужно разработать как можно быстрее, то есть быстро, без проблем и практически бесплатно нужно разработать наш инструмент. Но, конечно, слово практически бесплатно не совсем правильно, потому что за продукты все равно мы должны платить, кто-то их разрабатывает. Но, возможно, какие-то платформы мы уже купили, они у нас уже безусловно есть. Один из таких продуктов был, например, у Microsoft, до сих пор еще есть, это Microsoft System Center. В 19-й версии его последняя, потихонечку он мигрирует. Многие компании его имели, в нем был такой замечательный продукт для построения автоматизации. Это Microsoft System Center оркестратор. Многие им не пользовались или даже не умели им пользоваться, или даже вообще о нем ничего не знали, то есть как бы о возможности были. Сейчас Microsoft в этом плане двигается дальше. Мы как раз по презентации проговорим, что у нас есть еще для всех этих целей. Соответственно, наша задача за счет зерокодинга, первое, получить продукт как можно быстрее, получить продукт дешевле, потому что сам бизнес-пользователь, да, неважно, может быть какая-нибудь кривая графика, может быть кривая верстка, но он этим продуктом может пользоваться уже здесь и сейчас, тем самым высвобождая свои ресурсы, освобождая свои возможности, сделайте это быстрее. То есть нам нужно меньше времени, быстрее будет эффект. Соответственно, что в нашем случае есть? Сейчас платформ для зерокодинга довольно много. В нашем, собственно говоря, текущей презентации мы будем говорить про Microsoft Power Platform. По результатам вот видим как раз квадрат у нас на сентябрь 2020, Microsoft занимает третью позицию как Power Platform для разработки. У нас есть там другие системы, но видим достаточно большое количество, Salesforce, Oracle, ServiceNow, в принципе, довольно сильно в свое время лидировал. Сейчас видим, Microsoft на третьем месте и продолжает идти вперед, то есть набирает обороты, это Power Platform. Power Platform, это, конечно же, не один продукт, мы сейчас проговорим, что в него входит для нашей работы. В Power Platform у нас входит четыре продукта, которые Microsoft перешел под слово Power. Ну, безусловно, Power BI, это бизнес-аналитика, про которую уже многие знают, она является одним из лидеров продуктов в мире, у нее конкуренты только сейчас это Click и Tableau. Других конкурентов то особо у нее не существует и Microsoft все сильнее и сильнее развивает данный продукт. Следующий продукт Power Apps, его задача в нашем случае реализовать разработку нашего приложения при помощи технологии Zerocode. Power Automate навесить точно так же Zerocoding технологию для нашего приложения. Мы посмотрим чуть позже, какая может быть он в плане технологии. Дальше у нас есть Power Virtual Agent, позволяющий постраивать нам нужные нам боты для работы, там опросы, получение информации и так далее. Данная система интегрируется с громаднейшим количеством всевозможных коннекторов. Ну, в первую очередь, это, конечно же, вся платформа Azure. Это Office 365, Azure, Dynamics 365 и другие приложения. Позволяет интегрироваться в нашем случае с нашим on-premise продуктом, то есть то, что у нас на земле сейчас существует, без вопросов может использовать источник данных. И куча разных сторонних приложений. Тот же самый Salesforce может быть источником данных для Power Platform всей. Встроенный App AI Builder, то есть искусственный интеллект, про один из таких мы только что слушали презентацию, то есть зрение. Здесь оно тоже безусловно присутствует в продукте Power Automate и Power Apps, что позволяет нам производить распознавание картинок, текста и дальше износить в систему. Чуть попозже тоже поговорим по слайдам. И включает в себя интуитивно понятную систему базы данных Dataverse, что можно легко создать нужную нам табличку, нужные нам связи, опять же абсолютно не зная программирования. Там простой интуитивный интерфейс. После прохождения определенных курсов специалисты, которые у меня приходили, обычные сотрудники, которые к программированию вообще не имели никакого отношения, они уже понимали, как это можно в их задачах использовать и уже шли во время курса это реализовывать и уже спрашивали. То есть они отказывались от некоторых лабораторных, например, и дальше уже делали для себя определенными вопросами, что и как можно здесь подделать, чтобы уже сейчас снять себя операционную деятельность, всего лишь навсего используя какой-нибудь из продуктов из этой линейки. Соответственно, первый у нас это PowerApps позволяет нам создать из одного решения сразу же множество платформ. То есть есть веб-интерфейс, это вариант есть мобильное приложение. То есть используя PowerApps мы построим приложение, которое будет запускаться где угодно. Также PowerApps интегрируется с продуктом из офиса 365, например, тем же Microsoft Teams, который нам позволяет сделать единое место входа для нашей организации и получать и те же самые Power платформенные системы и интегрируется с другими приложениями, которые можно использовать, например, Forms для опросов, например, тестов и получить дальше на выходе какие-то данные в базе данных, интеграция с тем же самым SharePoint и так далее. Вариантов очень много. Здесь главное понимать, что мы хотим, как мы хотим и для чего. Система позволяет, как мы видим здесь, построить дизайнерский элемент из тех компонентов, которые у нас, безусловно, существуют. Немножко убежал вперед. Следующий наш продукт Power Automate. этот продукт на основе той же технологии Drag & Drop, мы видим, как раз здесь показано представление создания Workflow, может создать процесс, который нам необходим. Процессов существует несколько типов, на следующем слайде мы про них поговорим, но интеграция производится как с землей, так интеграция производится и с облаком, и с множеством продуктов, то есть коннекторов, здесь опять же, громаднейшее количество, оно не измеряется десятками, оно измеряется сотнями этих коннекторов. Существует куча сервисов, с которыми оно уже соединяется и производит разнообразные действия. Действия, например, могут быть по расписанию, действия могут быть по триггерному событию и так далее. Вот у нас возможные потоки в Power Automate, это рабочие потоки, то есть у нас есть некие триггерные события, например, у нас в системе какой-то создался объект, система запустилась, в папке на диске у нас появился файлик, система запустилась, файлик распарсила, залила куда-то, пожалуйста. Бизнес-потоки, интегрированный в наш Power Apps приложение, позволяющий нам отслеживать статус события какого-то, статус инцидента, статус обращения и переводить его по нашим потокам в зависимости от того, как поля будут заполнены. интерфейс потоки, интерфейс потоки, тот самый РПА, позволяющий записывать действия и воспроизводить их. Действия могут быть записаны как в рабочем столе, так и в веб-браузере. Power Automate буквально пару недель назад, даже больше, три недели назад, вышел Power Automate Desktop, то есть приложение, которое можно использовать у себя на площадке. Но это связано с новым выходом .NET Core 5-й версии и отказа от .NET Framework, то есть потихонечку от него будет Microsoft уходить в кросс-платформе .NET Core. Соответственно, Power Automate Desktop в этом плане он бесплатный и можно автоматизировать свои действия на своем компьютере. То есть нам даже в этом плане может не потребоваться облачное подключение. Мы будем делать все у себя на площадке. Следующий продукт, ну все уже многие его слышали, знают, это Power BI, система визуализации наших данных, интерактивная, позволяющая строить отчеты из множества источников данных. У нас, безусловно, в этом продукте много возможностей. Коннекторов в нем тоже гигантское количество. В этом плане самые-таки простые коннекторы это касающиеся Microsoft продуктов, IBM, например, DB2 база данных, Oracle база, Postgres, MySQL, как источники данных. Естественно, Excel, CSVшники, JSON и ИЖИ с ними. Плюсом могут, например, выступать источником данных веб-интерфейс, который нам позволит производить нужные нам операции взаимодействия. То есть, например, нам нужно получать современный курс валюты, то есть текущий курс валюты. Пожалуйста, нашли сайт, здесь курс валюты, присоединили его к источник данных и он будет обновляться по нашему расписанию. Здесь у нас есть, естественно, тоже бесплатный продукт Microsoft, это Power BI Desktop, абсолютно бесплатный продукт, в котором мы можем разрабатывать свои отчеты. Но там, конечно, есть определенные ограничения. Мы сможем эти PBX-файлы только передавать между собой, но сохранять некуда будет. Причем, это сам файлик с моделью данных. Естественно, есть Power BI Service, это уже облачный продукт, у него лицензия получается по человеку, куда уже сможем мы заливать наши источники данных. Вот как раз здесь на картинке Power BI сервис показан. И уже презентовать с мобильных устройств, презентовать с планшетов и всегда, в любой момент времени, руководитель может открыть на своем смартфоне или планшете приложение и увидеть необходимую ему статистику. Также с Power BI множится сейчас производится автоматизация и искусственного интеллекта. То есть добавлено распознавание текста в текстовом поле, распознавание картинок, построена искусственная аналитика вашей модели данных. То есть можно создать модель данных, дальше запустить аналитику на основе искусственного интеллекта, она пробежится, посмотрит поиск каких-то отклонений от нормы либо каких-то зависимостей и вам представит набор дашбордов. То есть очень удобная конструкция. Дальше в нем есть натуральный запросовый язык. То есть мы можем использовать виджет, где мы будем просто спрашивать скажи мне, сколько у меня такого-то продукта продано за такой-то период по сравнению с предыдущим периодом. И нам система это отобразит. То есть нам не нужно в этом плане использовать какие-то сложные языки программирования. В данном случае это язык DAX, Power Query. Мы можем воспользоваться уже готовой моделью данных и создать тот отчет, который нам нужен на основании таких запросов. То есть возможности достаточно большое количество Power BI и Microsoft но там не останавливается и постоянно их развивает. Вот пример у нас. Один отчет как раз интерфейс Power BI Desktop, где у нас видим как раз модель данных, визуализация. Здесь видим наборы визуализации стандартные, плюс мы видим три точки, которые позволяют подключиться к репозиторию визуализации. Там находятся тысячи вариантов других визуализаций, которые подойдут больше под наши процессы. То есть мы видим например столбчатая диаграмма, нам нужна какая-нибудь другая картинка, их там большое количество. Также мы здесь видим присоединенные уже язык R и язык Python. То есть мы можем их использовать, писать на них запросы для моделей данных, для какой-то системной аналитики и здесь уже отображать. То есть система потихонечку развивается в лучшую сторону. Здесь у нас есть вот как раз Ask and Questions, это как раз натуральный язык. Можем формировать разнообразные кнопки, при которых будет меняться визуальный интерфейс. То есть одни виджеты будут исчезать, другие виджеты будут появляться. Можем разрабатывать наш графический инструмент, например, в разлете там картинок, текста, которые будут передавать корпоративный интерфейс, например, для презентации либо еще каких-то продуктов. Вот панель дашбордовая, которая собрана из нескольких отчетов, из нескольких моделей данных для принятия каких-то решений. Следующий продукт у нас Power Virtual Agent. Это система создания ботов, чатов, которыми мы можем воспользоваться. Как мы видим по правой части у нас также есть дизайнер, который может воспользоваться без программирования, который будет отвечать на наши вопросы, запускать другие чаты, передавать им какие-то данные, выполнять скрипты Power Automate. То есть, например, мы можем в чате запросить, вышлите нам в виде файлика какие-то данные, система это все распознает, дальше формирует запрос куда-то нам в систему, например, в базу данных, получает из базы данных нужные нам характеристики и отправляет нам это в виде Excel файла либо там еще каким-нибудь вариантом. То есть, можно сделать это все на основании бота, то есть, воспользоваться непосредственно ассистентом. В принципе, достаточно удачное решение, позволяющее быстро создавать боты. Эти боты также интегрируются с Microsoft Teams, интегрируются с Power Automate при необходимости для быстрых решений каких-то задач. Соответственно, в Power Automate у нас есть искусственный интеллект, без него никуда, то есть, Microsoft его добавил, как раз там тоже рассказывал, что ему можно скармливать однотипные документы, однотипные картинки, создавать свой датасет, а дальше система на этом обучении будет распознавать подобные документы или картинки, и дальше будет какие-то действия производить. Например, мы можем научить, вот следующая картинка у нас, видим здесь, бизнес-карты распознавать, распознавать какие-то фразы, распознавать язык, а распознавать мимику людей, распознавать текст. То есть, например, можем здесь, используя всего лишь на всего готовый здесь уже графический инструмент, то есть тоже без программирования, научиться распознавать счета фактур, чеки, и на основании этого документа тут же передавать в базу данных Power Apps эти значения. А эта конструкция присоединяется к мобильному приложению, у нас есть смартфон, мы тут же сфотографировали, тут же данные загрузили в систему, тут же поступили в базу данных, тем самым упрощая все наши процессы. То есть разработка, она очень простая, не требует каких-то сложных знаний. И прохождение курсов по этой платформе, в принципе, закрывает все потребности для разработки своих быстрых приложений. Соответственно, дальше Power Automate, Power Platform интегрируется также со всеми продуктами Azure. Тут у нас есть Azure DevOps, GitHub, Azure сервисы всевозможные базы данных, которые можем, можем добавить на наше программирование Visual Studio, например, на C-Sharp, и расширить возможности Power Platform за счет других сервисов. В этом как раз сервис аналитики, API, Azure Function, АКС, кубернетис, Logic App, когнитивные сервисы, бот-сервисы, и все это интеграция будет полностью так же с Power Platform. Но здесь уже, конечно же, не Zero Coding, здесь уже получается программистов будем привлекать, но если нам чего-то здесь не хватает, пожалуйста, на уровне программирования дописали. И используем уже в наших продуктах. Один тоже из таких вариантов. Видим, что у нас DataFlow, который может наполнять Dataverse, либо Azure Data Lake Storage, и дальше наша конструкция так же подключится и сможет манипулировать всей этой информацией. Данные продуктные решения используются крупными компаниями разных целей, позволяющие сэкономить денежные средства на разработке, на быстром проверке. Видим здесь множество разных компаний. Их Hewlett Packard есть, Lego, Procter & Gamble, Siemens и другие крупные компании. Их достаточно большое количество. Например, если мы захотим вдруг проходить курсы и обучаться, вот линейка курсов Power Platform. Всего мы их видим 5 штук, начиная с 900 и заканчивая 600. То есть 900 курс у нас получается это Foundation, где мы пройдем базовые знания, посмотрим, что с ней можно сделать с этой платформой и воспользоваться. дальше идут курсы по нарастающей 100, 200, 400, 600. И мы, соответственно, приходим в конце, когда уже все эти курсы прошли, к какому-то результату. Для бизнес-пользователя, например, может достаточно быть первых двух курсов, 900 и 100, для того, чтобы уже понимать, как этой платформой пользоваться и что он может для себя в ней получить. Есть и другие курсы, например, если мы говорим про Power BI, это DA 100 курс, который можно воспользоваться. Есть отдельные курсы по Power Automate однодневные, где не потребуется сильный отрыв от производства, то есть 8 часов за один день и человек уже умеет пользоваться Power Automate. Там курсы замечательные, с практическими упражнениями, то есть не отбитые от реальности. А ты прям сам садишься, тебе дают задание, ты по нему идешь и разрабатываешь эту модельку, после чего ты уже можешь у себя в компании это все применять. В презентации будет ссылка на сайт Microsoft с Power Platform и соответственно вопросы, которые у вас могут быть по данному инструменту. Уважаемые участники конференции, прошу писать вопросы. У нас был вопрос, не вопрос, скорее какой-то комментарий от одного из слушателей. Я кратко, наверное, самую суть расскажу, что Павел пишет, что все ждут от сотрудника IT, чтобы он сделал простые по современным меркам вещи, которые знает школьник. Обучаться из ВИП никто не хочет, не платит за это. Отсюда и все проблемы. Наверное, скорее не вопрос, а какое-то мнение. Ну, я бы так не сказал. Здесь, вот, из того, что я сейчас про этих обучений достаточно много провожу, и внедрений, помогая людям, и ВИПы сейчас очень сильно заинтересованы в этих продуктах. Но единственное, что, конечно, ВИП-пользователь, видеоруководители, это не внедряют. внедряют их сотрудники, но сотрудников очень сильно отправляют на этот продукт. Конечно же, безусловно, если мы вернемся к картинке, в основном затрагиваются продукты из линейки. Это Power Apps, Power Automate, сейчас, секундочку, выше, и Power BI, то есть, в основном, три продукта. Вот, Power BI, Power Apps, Power Automate, это три продукта основные, которые используются. искусственный интеллект пока не сильно используют, потому что, если какие-то бизнес-пользователи, у них стоят пока что более простые задачи, но в дальнейшем развитии, безусловно, они могут подключиться и быстро реализовать у себя iBuilder. То есть, там уже готовые модели, готовые интерфейсы, в них нажимаешь, и система уже просто, например, распознание документов, она говорит, загрузите не менее пяти однотикных документов. Человек просто загружает картинки сфотографированные, дальше система их анализирует, схлапывает, видит, какие, чтобы все хорошо было, и предлагает, какие мы хотим слова определять, то есть, заносим теги, эти теги расставляем по картинке, и в дальнейшем любой такой же документ тут же будет распознаваться. То есть, здесь даже не требуется каких-то навыков высокоинтеллектуальных, ни программирования, ни пайтона, ничего в этом роде. Соответственно, эта платформа помогает быстро реализовать какое-то решение, которое необходимо для бизнеса. Еще вопросы? Да, есть еще вопросы. Предполагаю, что на Power Platform можно организовать рабочие места, это так? Можно организовать рабочие места, да. Еще есть вопрос. Не теряют ли в качестве созданные в концепции зерокодинга продукты, или изначально не подразумевается, что по итогу мы получаем полнофункциональный рабочий продукт, а это будет скорее бета-версия? Нет, это будет полноценный продукт, нет, не бета-версия. Вы этим продуктом сможете пользоваться, его сможете развивать как угодно. Здесь реализована огромнейшая конструкция возможностей, можно создавать свои подменю, настройки, выдавать права, то есть, достаточно большой спектр возможностей, поэтому вы не бету создаете, а полноценный продукт, который вы публикуете, и дальше, если вы доработали до нормального состояния, можете презентовать в магазин Storage Microsoft и зарабатывать на этом деньги. То есть, станете партнером Microsoft, возьмете подписку для выставления своих разработанных приложений, и, пожалуйста, публикуйте и зарабатывайте, вам никто в этом плане не запрещает. Как в Power BI есть такие продукты, называется Application, также в Power Apps можно свои продукты презентовать в общей репозитории, в Power Automate можно в Workflow шаблоны подготавливать, пожалуйста, это полноценные не бета-продукты, ни в коем образе. Безусловно, в них есть еще задел на программирование, то есть, изначальный продукт, который создал для себя бизнес-пользователей, он может не все включать, но допиливается дальше лайк-кодом, то есть, low, минимальное программирование, немножко знания какого-нибудь языка, либо складывания, вычитания, динамические функции там есть, наподобие Excel, либо наподобие DAX. То есть, в принципе, если человек в Excel как-то формулу писал, то в Power Apps он их тоже сможет написать. Так что здесь однозначно не бета. Еще вопросы? Денис, спасибо за ответ. Вопросов я больше не вижу. Я думаю, что тогда можем на этом и заканчивать. И в завершение нашего мероприятия мы благодарим вас за то, что были с нами сегодня. Уверена, что сегодняшние доклады были вам полезными, а дискуссии продуктивными для многих участников мероприятия. Благодарим также всех гостей и партнеров за прекрасную аудиторию и тот контент, который был предоставлен. Хотелось бы отметить наших уважаемых партнеров в компанию Microsoft и ассоциацию ведущих партнеров по обучению LLPA. Спасибо вам за участие и огромный вклад в организацию мероприятия. На этом мы заканчиваем нашу конференцию и до новых встреч на Global Cloud Skill Tour.